Я пока начну с представления себя. Меня зовут Елена Борицкая. Я представляю отели Villa Resorts. Villa Resorts – это сеть мальдивская, которая существует с 1986 года и является одной из первых сетей, одним из первых отелей на Мальдивах. Собственно, практически с нас в том числе зарождался туризм на Мальдивах, зарождалась эта красивая история про отдельные острова, на которых сейчас отдыхают. Это является мечтой практически любого человека земного шара. И как раз-таки наш отель одни из первых были, которые показали миру, что такое мальдивская сказка. И насколько уникален этот регион, насколько уникален этот курорт, и что такого нет нигде в мире. И, друзья, наша компания, она истинно мальдивская. У нас собственник – это крупный мальдивский бизнесмен, который помимо отельной сети еще имеет много бизнесов. Начиналось это все с семейного бизнеса, с открытия отелей, и потом все разрасталось, разрасталось. Теперь это огромная корпорация, компания, и наш собственник даже баллотировался в президенты в конце прошлого года. Но все-таки он у нас бизнесмен больше, да, и мы рады, что он будет заниматься больше бизнесом, нежели политикой. И все будет под его руководством и далее. Друзья, ну все, давайте тогда начинать уже непосредственно про отели. Рад приветствовать. Спасибо большое, друзья, за прекрасные слова. Анна, спасибо огромное. Мы тоже вас любим за яркие продажи, за прекрасных туристов. Действительно, у нас почему-то так попадает, что у нас все туристы такие душевные, классные, практически никогда не бывает никаких серьезных проблем, вопросов. Поэтому я счастливый представитель. Вот это все, конечно, благодаря нашей команде прекрасных на Мальдивах, которые там работают практически 24 на 7 и любят свою работу. И, коллеги, сейчас мы с вами начнем, я расскажу вам, что у нас сейчас в продаже, что у нас будет в продаже на лето. И также по плану у нас, так скажу, про планы, да, компании, что какие у нас сейчас отели в продаже, какие новости, что мы ждем в этом году. Какое положение дел сейчас по отелям. Далее мы поговорим с вами конкретно по каждому отелю. Обсудим сначала вилла нотика. Я вам покажу декоратуру Paradise Island. Покажу вам новую карту, покажу вам реальные фото с моей последней поездки. Это прям будет свежий контент такой. Покажу, как все сейчас выглядит. Расскажу, какие селс-поинты и какая сейчас текущая ситуация, что по реновации, какие планы до конца года, все расскажу. Далее будет вилла-парк, такая же, будет такой же план. Расскажу селс-поинты, расскажу, какие дела там с реновацией, что сейчас продаем. И поделюсь с вами картой, новой картой с обозначениями. И далее будет Royal Island. И расскажу немножко про виллы нотика. Это наш новый проект, который открывается в этом году. Дальше будут контакты и ваши вопросы. Ну что, поехали? Коллеги, итак, значит, вилла-резортс, компания вообще, виллы называется, да. Почему переименовали? Коротко скажу, наверняка многие из вас уже знают. Переименовали по тому отеле, да. Сейчас покажу вам слайд, который наглядно показывает, да, какая у нас была в прошлом году огромная глобальная, так скажем, перестановка, да. Ранее у нас в нашу сеть входило вот с 86-го года 5 островов, 5 отелей. Это у нас Sun Island, Paradise Island, Holiday Island, Royal Island и Fun Island. В плане собственности, там, менеджмента вообще ничего не поменялось. Все тот же собственник, все те же острова, практически все те же джемы уже годами. Только в прошлом году поменяли название. Почему? Дело в том, что была проведена реновация двух отелей, да, то есть два отеля поменяли название. Это Sun Island, вилла-парк называется теперь, и Paradise Island, вилла-нотика называется теперь. Как только приняли решение, да, как только отель будет реновирован по территории, то есть обновят ресторан, обновят общественную зону, перекроют спортивные площадки, тогда отель меняет название. Почему вилла, мы понимаем, да, потому что название корпорации вилла, помимо отельной сети у собственника есть еще сеть супермаркетов, авиакомпании вилла-эйр, потом добыча, рыбная промышленность, завод рыбный, консервный, в общем, огромное количество бизнесов по Мальдивам, и все эти корпорации имеют название вилла. И вот сейчас, чтобы наше имя, так сказать, распиарить, да, как сейчас в маркетинге, да, модно, имя бренда, содержаться должно в названии отеля. И таким образом все наши пять островов со временем, как только придет реновация всех общественных зон в каждом отеле, они переименуются. Как раз на табличке мы видим, какие у нас планы и на какое время назначены эти реновации и уже открытия под новым именем. Коллеги, итак, этим летом мы продаем три наших проперти, три отеля у нас в продаже. Это вилла Парк, это вилла Нотика и это Ройл Айленд, который пока что не переименовался, мы видим, в 25-м году в планах. То есть Ройл Айленд пока по территории у нас не обновлен. Коллеги, вилла Хэвен, видите, да, что открытие в 24-м году, но не летом. То есть летом мы его пока продавать не будем, это, скорее всего, ноябрь будет открытие. Обязательно все анонсируем. Естественно, на них в стуле один из первых получат контракт, поэтому скоро все узнаем, увидим и пойдут первые рекламники туда. И, друзья, есть у нас еще один прекрасный остров, который называется Фан Айленд. Он в планах на реновацию. Сейчас там уже идут ремонтные работы, сносят полностью все домики, все рестораны, все-все постройки и идет процесс строительства. Коллеги, у нас все отели 5 звезд. И это все сейчас на данный момент, все, что мы продаем на это лето, то есть это парк Нотика и Ройл, это все пятерки базовые. И коллеги по, значит, по уже конкретным отелям, да, как мы с вами договорились. Редактор субтитров А.Семкин И так, коллеги, вилла Нотика Парадайз Айленд. Сразу скажу сейлс-поинт этого отеля, да, и что сейчас там происходит. В конце прошлого года была произведена реновация общественных зон, то есть поменяли полностью, там, не знаю, мебель всю абсолютно на территории отеля, поменяли спортивные покрытия, поменяли ресторан, переделали крыши, перекрыли вот всяких общественных зон, типа спортивный стадион. Далее, построили бассейн Инфинити, но это уже полтора года назад было, но он новенький, для общественного пользования большой. Далее, построили новый тренажерный зал, детский клуб открыли в прошлом году, новейший, то есть прям новое здание. То есть если гости у нас приезжают, ну, курорт, они ощущают, что это новый отель, то есть это новое property, но есть один нюанс. Дело в том, что половина номерного фонда у нас новые виллы и половина номерного фонда у нас пока без реновации. Сейчас подробно расскажу, что это за категории, а сейчас давайте поговорим про сейлс-поинты этого отеля. Итак, друзья, вилла Nautica Paradise Island. Это отель 5 звезд, отель базовый, работает на фулл-борд, all-inclusive, премиум all-inclusive сейчас с 1 июня и Infinity All-Inclusive. Сейлс-поинт номер 2. Место нахождения. Он находится в 20 минутах на скоростном катере от Мале. То есть гости прилетают у нас в аэропорт, и мы их сразу же забираем в течение 15 минут. Они уже у нас едут на курорт, и 20 минут занимает дорога. То есть это для гостей, которые не хотят терять дни на внутренние перелеты, либо с детками, например, и не хотят еще перелетать. Далее, это был второй сейлс-поинт. Несмотря на это, отель находится довольно далеко от Мале. То есть это не первая очередь от Мале. Это третья очередь от Мале. То есть это довольно далеко. Второй момент – это остров Натуральный, и там есть собственный домашний вид. Не могу сказать, что он какой-то как на Адоле, но он есть прекрасный для первой поездки. Гости будут точно очень удивлены. Всех рыбок можно увидеть, которые на картинке изображены, в снорклинг-поинте, крабики. То есть все это обязательно-обязательно будет. Точно очень красивый остров зеленый. Собственник покупал еще его в 70-х годах. Выбрал именно тот, который ему нравится, который будет удачный, помню, с расположением. Друзья, второй сейлс-поинт – это отель довольно большой, почти 300 номеров. То есть там очень много чего есть поделать. Отель веселый. Его часто сравнивают наши агенты с Мальдивской Турцией. То есть это реально отель, в котором будет весело. То есть это не та история, истинно исконно мальдивская, когда гости никого больше не видят, а босиком веселый отпуск ходят и отдыхают на своей вилле только с тем, с кем прилетели. Нет, это совсем другая история. Здесь гости, если хотят социализироваться, если хотят сходить на дискотеку, на мастер-классы разные, на шоу, кинотеатр – это все как раз-таки про наш отель. Это отель веселый для гостей, которые боятся, что на Мальдивах будет скучно. Также по атмосфере этот отель напоминает такой, знаете, курорт, морской курорт, такой город. То есть там постоянно что-то происходит, постоянно гости, собираются у Infinity бассейна, социализируются все время, вечером дискотека, какое-то шоу, фаер-шоу, живая музыка, гости ходят нарядные, то есть туда можно брать каблуки на вечер, то есть там есть аликарт-рестораны, в которых играет живая музыка, туда можно прям по дорожке, то есть там даже есть такая дорожка, чуть-чуть, ну, не асфальтовая, такая красивая, вымощенная. То есть там прям можно даже ходить, еще раз повторюсь, на каблуках. То есть это прям такой фешенебельный, скажем так, курорт, где можно поднарядиться. Все, что мы любим, да, то есть днем можно ходить босиком и плавать в купальнике ходить, а вечером можно надеть красивый наряд, пофотографироваться. И, друзья, далее перейдем, для кого этот отель, кто наши гости, кому зайдет. Первый, конечно, синие с детьми, то есть у нас как раз ориентация после реновации стала на семейный бизнес, о, семейный отдых, прошу прощения, и как раз-таки детский клуб там у подтверждения, новый, прекрасный, великолепный детский клуб, бесплатный для гостей. С утра до вечера там проходят какие-то занятия, все это бесплатно для деток от 4 лет. До 4 лет можно находиться детям в сопровождении взрослых. Там тоже есть и бэйби-рум, и манежики, и прям совсем детская секция, в детском бассейне детская секция для инфантов. И, конечно же, это вечерняя детская дискотека, которая проходит уже в основном баре, и приспособление для детей, это детские стульчики в ресторанах и детское меню. Поэтому для семьи и детьми точно да. Вторая наша категория – это у нас модные гости, которые любят современные интерьеры, внимание к мелочам, модные классные интерьерные какие-то решения. Это все есть. Это все есть на территории отеля, различные поинты для фотосессий. Там есть у нас и долина с гамаками, где вот в огромных-огромных листьях пальм висят такие много-много гамаков. Это все очень красиво развивается на ветру, и просто невероятная фотосессия. Либо тренажерный зал под открытым небом, либо мастер-классы, которые у нас проходят, очень красиво там все сделано, такие аксессуары красивые. То есть прям вот все для тех, кто любит в соцсети сторис выкладывать и красивый контент. Это, соответственно, молодежь, которая до 45 лет тоже очень зайдет. То есть прям все там в смарт-хом, на территории отеля, в новых номерах тоже все очень модно, стильно современно на смарт-хоме. Поэтому это прям наша аудитория. И, друзья, перейдем с вами к живым фото. Немножечко сейчас покажу свои поездки. Итак, это наша лодка, которая везет скоростной катер, везет наших гостей на борту. Вот такие вот бутылочки встречают, гостей с водой. И далее мы с правой стороны на фото мы видим наш поинт, где снорклинг. То есть прям с территории отеля есть коралловый риф. И вот, видите, гости тоже плавают с масочками. Там очень живописно, классно. Крабики, рыбки. Можно поснимать очень красивый контент. Друзья, это у нас баскетбольная площадка, к примеру. То есть все покрытия были заменены. Мы уже видим, что брендирование тоже в конце прошлого года произошло. И эта реновация уже полностью завершена. Полностью новое оборудование у нас в Water Sports. Теперь у нас есть и серфинг. И все-все-все, не знаю, там катамараны, лодки, гидровелосипеды, скоростные мотоциклы водные, да, все это новенькое. То есть в прошлом году весь инвентарь поменяли. Это мы видим с вами ресторан. То есть мебель тоже у нас новая. Крышу перекрыли, все подобновили, подкрасили. Полностью тоже все эти работы завершены. Это у нас основной ресторан. Там есть вот такая вот терраска, да, и внутри тоже есть столики для всех гостей. Это у нас тоже территория отеля. Вот часть ресторана. И с правой стороны новые указатели, да, то есть все, даже газон пересадили. Это зона ресепшена. Тоже мы видим, да, что все новое. Новая мебель, интерьеры. Это у нас вот такие построили домики, да, для отдыха гостей на территории отеля. Здесь можно в зной, скажем, посидеть, попить холодный лимонад или холодный чай. Это просто вот такие вот, скажем так, зоны отдыха, да, где можно посидеть, да, по пути от пляжа на виллу отдохнуть. Это у нас теннисный корт. Тоже покрытие все поменяли. Это интерьеры у нас, опять же. Это у нас детский клуб. Опять же все это живые фотографии с телефона. Коллеги, и касательно размещения. Перейдем с вами к этому вопросу. По размещению, как я уже сказала, все номера у нас новенькие, которые прям новые-новые виллы, имеют в названии категории слово пул, то есть бассейн. То есть все новые категории на берегу у нас с бассейнами. Бассейны там конкретные, большие, то есть в которых прям взрослому человеку можно хорошо поплавать. То есть это там, не знаю, до груди и выше. И все категории, которые у нас на берегу не имеют слова пул, бассейн, это все у нас номера без реновации. Естественно, мы это все увидим, когда открываем поиск Аникстура. И у нас, конечно же, в первую очередь выйдет бичвилла, виллоночка Paradise Island, который у нас без реновации. Чуть позже покажу, как выглядит этот номер в реальности, то есть с моего телефона. Итак, коллеги, получается у нас бичвилла без реновации. Ватер, виллы все у нас без реновации. И ту бетрум, бичвиллы тоже у нас без реновации. Имейте, пожалуйста, в виду, они будут дешевле. Гостям просто показываем фотографии этих номеров, если их устраивает, там ничего страшного в них нету, то они получают у нас пятерку, пятерку. Они получают у нас отель на все включено, в который недалеко добраться, да, от Мале, из новейшей территории, которая буквально еще года не прошла, как прошел отель, полностью реновацию. То есть это большой плюс для гостей, которые у нас, да, в этих категориях живут. И, друзья, совершенно новые суперномера, в которых все новенькое, дорогая японская сантехника, премиальное постельное белье. То есть мы огромная-огромная разница между номерами бичвилла и новенькими номерами. Там прямо как будто два отеля. Потому что новые номера, они, правда, очень классные. Как раз у нас сейчас акции есть, огромные скидки на эти категории номеров. И, если честно, по-моему, даже на какие-то даты у нас бичвилла дешевле, дороже получается, чем делюкс бичвилла, поэтому до конца июля, пожалуйста, можете воспользоваться этой акцией, пока акция у нас действует. Итак, коллеги, новые номера. Санса бичвилла, делюкс бичвилла, оушен бичвилла. То есть вот эти три категории – это у нас новые номера. Есть карта. Она у нас в Телеграм-канале. В конце поделюсь ссылкой на Телеграм-канал. Кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь. Там все подробнейшие обзоры номеров, милпланы и все такое. Карты, опять же. И, друзья, значит, мы смотрим с вами карту. И здесь мы видим, что у нас с правой стороны по карте это полностью все новые номера, то есть как новая часть острова. И с левой стороны на карте у нас все номера без реновации. Водные виллы тоже без реновации. Поэтому вот эта вот часть, которая новенькая там, и инфинити бассейн находится, и новый тренажерный зал под открытым небом, и детский клуб. То есть все такое прям новенькое, свежее, современное, стильное. Исключение составляет у нас несколько номеров с левой стороны на карте. Это Ocean Beach Pool Villa. Они новые, очень своеобразные, потому что там нету стандартного песочного пляжа. Там есть такая лесенка, которая уходит из виллы прям, и мы сразу купаемся. И там вид на такую зеленую косу, такой небольшой полуостров. Он небольшой, низенький, там посадка низенькая, но вот как бы просто по фото надо посмотреть, что там за вид. Это все есть опять же в Телеграм-канале, и видео, и фото, поэтому пользуйтесь, пожалуйста, если что, пишите, пришлем. Друзья, по номерам Beach Villa видим, что это у нас обычный стандартный номер, про который мы с вами говорили, без реновации. И это как внутри выглядят Beach Villa, коллеги. Это мои фотографии, немецкие коллеги мои ходят. Я решила, что для агентов этот контент уместен, потому что это же не туристам я показываю, чтобы вы понимали, что максимально приближенные к оригиналу, то есть как выглядят стены, покраска, мебель, состояние мебели, доп. кровати, да, опять же. В Телеграм-канале также есть еще и видео-обзоры всех зон, и санузел, и выход на пляж, и номера. То есть мы видим, да, что в 16-м году мы поменяли, да, у нас реновация была санузла, то есть поменяли там столешницу в санузле, и подобновили, немножко подкрасили, помыли. Коллеги, по поводу вопросов сейчас скажу. То есть как только заканчиваю обзор по конкретному отелю, смотрю ваши вопросы, на все отвечаю. Потом приступаем с вами к следующему отелю «Вилла Парк». И это у нас опять же продолжается бич-вилла, это тропический душ, это у нас шкаф, и далее у нас идут номера новых категорий, то есть здесь совсем уже дорогая косметика, из натурального камня много аксессуаров, другие совсем у нас уже аксессуары здесь, да, шкаф, очень много мерчет, и сумочка, и пляжные шлепки, и домашние тапочки, и значит, сейчас скажу, как он называется, термос, да, для охлаждения воды, и много чего еще. Это у нас новые номера, да, «Делекс бич-вилла», очень красиво, вообще никаких замечаний по ним нету, они правда шикарные, они правда шикарные. Коллеги, и также по развлечениям скажу, да, то есть у нас с утра до вечера проходят какие-то развлечения, какие-то проходят у нас мероприятия, да, для наших гостей, например, с утра это у нас йога, потом у нас аквааэробика, гости могут бесплатно присоединиться, если хотят, если нет, они могут в каких-то уединенных зонах отдыхать на шезлонгах, на вилле, то есть они абсолютно даже не почувствуют, не услышат, да, этих никаких шумов, да, посторонних, если хотят они спокойно провести время, то welcome. Если, а, для тех гостей, которые все-таки хотят стилизации, дальше у нас в дневное время проходит какое-то спортивное мероприятие, например, соревнования по настольному теннису, или по бадминтону, или по футболу, да, после обеда, или по баскетболу и так далее, который организовывает отель, прямо куда гости могут присоединиться к общей игре, или пляжный волейбол, естественно. Далее у нас идёт вечер, да, вечерняя программа, это обязательно живая музыка, и какое-то обязательное шоу каждый день, например, фаер-шоу или шоу акробатов, или какое-то выступление какой-то группы, и вечером обязательно дискотека, где можно потанцевать, попеситься детям и взрослым, и уже в вечернее время это какое-то взрослое мероприятие, типа у бара тоже звучит классная музыка, типа как в клубе, в баре, можно тоже потанцевать, повеселиться, покурить кальян или выпить коктейльчик. Вот, и часто проходят очень мастер-классы какие-то, например, мастер-классы от капитана, где учат плести морские узлы, либо учат устройство яхты и так далее, то есть можно присоединиться, два раза в неделю эти мастер-классы проходят. Это, опять же, реальные фото, да, это у нас домик наших спасателей Малибу, как мы его называем, на пляже он находится, и вид с него, то есть такая довольно высокая постройка, откуда можно увидеть даже соседние острова, потому что оно очень высоко находится, да. И коллеги, вот гостиная Кокон, про которую говорила, то, что с гамаками, скоро у нас открывается магазин на территории отеля, скорее всего, там даже будут мировые бренды, вот когда я была в феврале, там было все полностью готово, просто не было товара еще на полках расставлено, но полностью все уже было готово. И коллеги, Вейви и Неви Гидс Клаб, это у нас прекрасный, замечательный новый детский клуб, это примерное расписание, я вот скачивала последнее, которое мы предлагаем деткам от 4 лет без дополнительной платы. Также есть нянечка, можно ее платно уже заказать, если вы хотите оставить инфанта в детском клубе. И, друзья, давайте я посмотрю сейчас ваши вопросы и перейдем к другому отелю. Ольга спрашивает по Сан-Айленду. Нет, Сан-Айленд не закрыт, Сан-Айленд, наоборот, у нас сейчас в летнем сезоне активно продается, все номера открыты, позднее скажу про него. Анна пишет, цены очень доступны, да, на отеле всегда в числе первых поиски тура, кому лучше предлагать. Отправляла туристов дважды. Приехали довольные, но они были первый раз на Мальдивах. Анна, ну я думаю, что как раз-таки, когда я говорю о том, кому эти отели, да, у меня есть такая, в каждом отеле такой блок, да, я обязательно об этом говорю, вот по Вилл и Нотикам мы уже поняли, да, что это молодежь до 45 лет, скорее всего, больше и всеми с детьми. А далее про парк я также скажу. Ссылка на телеграм, спасибо большое, да, коллеги отправили. Все, коллеги, переходим к следующему отелю, Вилла Парк Сан-Айленд. Субтитры сделал DimaTorzok Это пять звезд. Отель работает на системах питания Full Board All Inclusive, Premium All Inclusive с 1 июня работает и Infinity All Inclusive. Коллеги, этот отель долгое время, очень много лет, был самым большим курортом на Мальдивах до прошлого года. Сейчас мы на втором месте, но, несмотря на это, все равно это остается большой, огромный зеленый остров, натуральный, конечно же, со своим домашним рифом. Местонахождение, это Южный Ариатол у нас. И остров действительно очень зеленый, помимо местной растительности, у нас здесь еще есть завезенные, еще в 70-х годах, оккультивированные растения из Европы, из Южной Америки, поэтому здесь у нас такое разнообразие зелени, очень много цветов, и можно прям реально, как мировую флору и фауну, изучить тропических климатов, то есть не только мальдивские растения. Поэтому очень-очень зеленый, очень классный, там невероятный воздух, прям вот буквально пропитан воздух запахами и вот этой вот свежестью листвы. Действительно очень зеленый отель. Мы, естественно, каждый год занимаем призовые места и, конечно же, побеждаем. Скажем, в прошлом году Вилла Парк Санадон стал самым зеленым курортом на Мальдивах по версии International Travel Awards. Коллеги, далее пошли наши селс-поинты. Первое – это отель «Пять звезд», который работает на All Inclusive, который веселый. Опять же, это абсолютно точно, такая турецкие мальдивы, где привычный нашим гостям анимация, All Inclusive, включенный алкоголь, веселье, дискотеки, в общем, все, что мы любим. Естественно, по этой причине этот отель – одни из основных наших маркетов, то есть прямо на первом месте – это российский рынок. На втором месте – это у нас немецкий рынок. На третьем месте – это у нас итальянцы, конечно же, классический, традиционный мальдивский рынок – это Италия. И дальше идут у нас уже другие категории гостей. Второе – селс-поинт. Это у нас местонахождение. И как добираемся мы? Это у нас четыре раза в день у нас летят свои самолеты. Это авиакомпания «Вилла Эйр», коммерческое название «Флайми». До этого курорта, то есть 17 минут занимает у нас перелет, и где-то 5-7 минут занимает еще у нас трансфер от аэропорта в Саузаре, Атолма, Нигили, до самого непосредственно курорта. Четыре раза в день у нас рейс, самолеты у нас свои. И все занимает довольно быстро добраться. Это примерно несколько часов. И огромный плюс в том, что несмотря на погоду, естественно, я не говорю про какие-то аномальные ураганы, которых практически никогда не бывает, мы все равно долетаем, и у нас самолеты летают после 15 часов. То есть это, по-моему, последний. Всегда по-разному, да, у нас каждый день выставляется график на следующий день. Но, как правило, это 17.30. То есть тем гостям, которые полетают у нас на некоторых авиалиниях после 15 часов, то есть мы успеваем довезти гостей. Вот, поэтому имейте, пожалуйста, в виду, что довольно несложно добираться, недолго, буквально, там, не знаю, пару-других часов, в основном гости уже находятся на курорте. Коллеги, третий селс-поинт, это у нас в том, что это отель огромный, тут очень много развлечений, он натуральный, то есть здесь несколько мест, где можно поснорклить, то есть у нас есть здесь коралловый риф домашний, да, в нескольких местах острова, даже не заплывая никуда, можно не брать экскурсию, а прямо поснорклить с острова, очень красиво. И, конечно же, сам остров, самый уникальный остров, в том, что вы видите, да, сейчас даже на этом слайде, что он с левой стороны на фото, да, на фото острова, точнее на картинке, да, у нас вот такой вот желтенький есть участок, это наша прекрасная, потрясающая песчаная коса, где великолепный пляж, мы им очень гордимся, это одно из нескольких уникальных мест на Мальдивах, нам, конечно, многие отели завидуют, потому что там действительно прекрасно можно поплавать, там действительно можно прям заплыть, там глубоко, там есть и риф с одной стороны, и это прям вот такие бескрайние просторы, где человек может почувствовать свободу. Практически никогда там не бывает больших толп людей, поэтому можно также проводить фотосессии, какие-то мероприятия, и с любимым посидеть вечером в уединении на этой косе. Но есть, конечно, дни, это где-то один раз в две недели, когда у нас на косе вечером, после 21 проводятся вечеринки, то есть это не мешает виллам, гостям, там прям устанавливается персональное оборудование, и проводят какие-нибудь очень классные вечеринки. У нас даже до пандемии к нам на остров мы приглашали из других отелей, у нас прилетал, например, Аренбанбюрер и другие диджеи, популярные звёзды выступали у нас в велопарке, мы прям продавали на эти мероприятия билеты. После пандемии такого, конечно же, нету, других гостей из других островов мы не принимаем, но вечеринки всё равно есть, периодически бывают, то есть можно рассчитывать, что будут вечера, да, прям с таким весёлым, классным, классной вечеринкой, да, например, там вечеринки в белом, там всё такое красивое оборудованное, всё прям, именно прям конструкции делаю, да, на вечеринку, там ставят сцены, в общем, всё очень, очень даже прям как на модном классном курорте. Коллеги, для кого этот курорт, кому мы продаём? Действительно, для всех гостей, вот прям без преувеличения, без сомнения, это у нас и семьи с детьми, потому что новый детский клуб мы там построили, и, конечно, деткам там полное раздолье, велосипеды детские, побегать, погулять, полазить по деревьям, в детском клубе постоянно мероприятия, социализация, образовательные какие-то мероприятия, спортивные мероприятия, развивающие, мероприятия, вечеринки, дискотеки, там, не знаю, поиск сокровищ по карте, естественно, детское питание и так далее. Потом это у нас молодожёны, молодёжь, тоже абсолютно огромное количество развлечений для них, это экскурсии и спортивные мероприятия, и различные мастер-классы, кинотеатр, дискотеки, вечеринки, социализация, очень много молодых туристов приезжает у нас из Германии, из Италии, даже прям целыми компаниями приезжают девчонки, мальчишки подайвить, потому что в Германии это очень популярный отель для того, чтобы познаваться дайвингом, потому что у нас 62 точки дайвинга рядышком, и это место обитания круглогодичное вейл-шарк, то есть китовых акул, которые не кусаются, которые огромные. Тут же можно увидеть на экскурсиях королевских мант и черепах, то есть это прям такое уникальное место, где можно сразу всё посмотреть. Но даже есть такая экскурсия на велопарке, где за один выезд, за одну экскурсию, за трёхчасовую, сразу же едут на все четыре поэнта, то есть это китовые акулы большие, это манты, это черепахи и это дельфины, то есть сразу четыре в одном есть. Есть отдельные эти экскурсии. В общем, я имею в виду, что у нас очень много молодёжи, очень много дайверов немецких, которые приезжают и годами уже постоянно приезжают и дайвят у нас. И, конечно же, это гости уже взрослые, прям поколениями, которые приезжают. У нас отель очень возвратный, 77% возвратных гостей в прошлом году у нас было, и эти гости к нам уже ездят 20 лет, 15 лет, у некоторых уже 30 визитов, 33 визита у нас есть гости, которые уже в программе лояльности получают, очень приятные бонусы, то есть у нас есть программа лояльности, скажу о ней сразу, где гости уже со второго визита получают какие-то бенефиты от отеля, ну, например, со второго визита у нас идёт гостям бутылка вина в номер при заезде и украшение кровати. Значит, и уже там с какого-то, с пятого раза, например, вот сейчас, дай бог вспомнить, идёт уже, например, бесплатный ужин в ля-карте, потом дальше, дальше там уже идёт спа бесплатный, экскурсия бесплатная, то есть чем больше гостей летают, уже у них там повышение, типа, питания уже идёт, да, бесплатно, вот есть такие для гостей у нас приятности. Вот, и взрослые гости, например, даже у нас есть очень много там прям совсем взрослого контингента, там, а-ля бабушек, которые привозят внуков или просто отдельно приезжают отдохнуть, потому что уникальная природа, очень много всяких развлечений, типа поделки своими руками делают, там, из кокосов, есть прям такая большая крафтовая мастерская, есть сад, где культивируются различные цветы, то есть у нас прям буквально в прошлом году построили такую оранжерею, выглядит как такой большой красивый сад, огород, да, и там можно покопаться в земле, посадить собственные свои растения, да, высадить грунт, там же есть фонтан, который вечером у нас в 7 часов вечера светится, да, разными цветами, также можно погулять по тропическим аллеям, в общем, тоже взрослое поколение нас тоже очень любит, оценит и постоянно к нам возвращается обратно. Друзья, немножко поделюсь фотографиями с острова, вот февральскими, да, что уже обновлена была территория, даже кто прошлым летом был уже, сейчас не узнаете отель, полностью реновация прошла у нас общественных зон, то есть все, что касается ресторанов, шузлонгов, баров, мебели там, санузлов на территории отеля, там полностью все реновировали. Я сейчас не говорю о номерном фонде, о нем мы поговорим чуть позднее, сейчас я говорю про территорию отеля, общественные зоны, аутлеты. Друзья, посмотрим фото, это у нас бар, да, то есть полностью видим, что мебель поменяли, поставили такую небольшую сцену, инсталляцию, такое, видите, сердечко такое, фото зона, это все новенькое, видите, да, что перекрыли у нас, вот там начинается, где такие грибочки, да, стоят из пальмовых листьев с верхушками, тоже полностью переделали вот эти пальмовые верхушки, да, перекрыли крыши, покрасили, обновили, заменили. Это у нас основной ресторан, здесь у нас построили террасу, можно теперь еще и завтракать, да, обедать, ужинать на улице, да, если успеем занять столик, внутри тоже у нас полностью поменяли мебель, перекрыли крышу, достройку вот эту вот сделали, такое вот все у нас разноцветное, веселое, да, в стиле парка. И это общественные зоны, опять же тут все поменяли, все логотипирования поменяли, навигаторы поменяли, перекрасили все, построили, поставили новые инсталляции, это у нас тренажерный зал, да, это проходят часто какие-то тренировки, сайклинг, йога, это все у нас бесплатно для гостей. Это общественные зоны, территория основного бара, видим на что-то у нас поменяли, мебель тут также все перекрасили, это санузлы у нас, это опять же у нас основной бар, то есть тоже все территории общественной зоны покрасили, привели в свежий вид. Это у нас территория ресепшена, опять же вот поставили такую вот зону, где гости приезжают на курорт и могут сразу сесть, пока дожидаются своего чекина, могут сесть и окунуть свои ножки босиком в настоящий мальдийский песочек. И также спортивные площадки полностью были все заменены, вот справа это крафтовая мастерская, шезлонги у всех категорий номеров, обновили, покрасили, привели в такой хороший вид. И, друзья, мы с вами переходим к номерному фонду. В этом отеле есть три вариации реноваций. Это у нас без реноваций совсем номера, часть номеров с реновацией 2018 года, там что будет новое, там будет косметический ремонт и новый санузел. Это прям сразу видно по всем картинкам, что он новый. И номера качественно отличаются от тех, которые без реновации. Сейчас вы поймете по картинкам, буду показывать примеры. И третий вариант, это у нас номера с конца 2021 года до 2023 года, которые у нас выпускались. И это, получается, у нас совсем новенькие номера, там прямо полностью было все заменено, мебель, пол, потолок, все-все-все. Там уже новое-новое. Коллеги, сразу скажу, сейчас нас, к сожалению, отели не информируют касательно проведения ремонтных работ. Это немножко такая больная тема, потому что не предупреждают. И даже кест-рилейшн не всегда знает, что у них проводят работы. То есть у нас вот та бригада, которая что-то строит, они обычно не сообщают. Но сейчас точно, вот у меня буквально вчера босс вернулся с острова, и периодически мы посылаем коллег, чтобы они проверяли реальное состояние. Раз в неделю стараемся это делать, и чтобы они нам сказали, что сейчас идет на территорию острова. Сейчас скажу вам, у нас дело в том, что сейчас закрыли часть Бичвилл, сейчас по карте я вам покажу, на реновацию. Как вы знаете, в нашем курорте, в нашем отеле все делается очень аккуратно, с уважением к гостям. То есть если мы закрываем одну виллу на реновацию, то следующие 20 у нас тоже не продаются, они закрыты. Чтобы не беспокоить, не тревожить никаких гостей, так как остров огромный, то гости, которые живут, например, у нас там, не знаю, в виллах с бассейном или с джакузи, они даже не знают, если они туда сами не придут физически, то есть они даже не знают, что там проводится какая-то реновация. Что сейчас там происходит? Там идет внутренний ремонт, там меняют сантехнику, меняют мебель, в бич-виллах и строятся новые категории. И также, насколько мы знаем, буквально на днях началась реновация Deluxe Beachville, то есть у нас одна вилла, которая сейчас закрыта на реновацию и, соответственно, рядышком несколько вилл тоже закрыты, чтобы никому не мешать. Там опять же сейчас идет внутренняя отделка номеров, то есть убирается вся сантехника, сдираются обои, поэтому сейчас там такие нишурные работы, гости, глядя, что-то заметят, ну, чтобы вы тоже знали, обладали информацией. Коллеги, что касается самих номеров, ой, тут еще старая карта. В общем, сейчас сделала новую карту, она есть, ну, тут практически все то же самое. Значит, новая карта есть в Telegram-канале, прямо в закрепах, она прямо вот с пометками свежими-свежими, что какие сейчас номера, где, ну, это практически все то же самое. Коллеги, итак, есть карта, как инструмент продаж, прямо открываем, и там на одной карте у меня пометочки, например, Beach Villa, Deluxe Beach Villa, например, и пометка, какого она года, когда была реновация, какие нюансы и какой там пляж. То есть у меня вот на одной карте, к сожалению, не успела коллегам отправить обновленную карту, здесь у нас такая старая версия, но тут на двух картах у меня вся эта информация, то есть первая карта здесь у нас какого года у нас категория, вторая карта у нас по пляжу. Значит, в общем скажу, что по реновации категории номеров у нас раскиданы по карте, но если у нас, например, Deluxe Beach Villa, то она у нас вот только на этом кусочке, или если у нас Sun Villa, то она только у нас вот в этом диапазоне, то есть виллы идут рядышком друг с другом, то есть категории друг к другу близко, нет такого, что печь вилла здесь, 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 то есть это все у нас в одном месте находится, поэтому просто ориентироваться. И что мы видим, да, что у нас есть 2018 года на карте, новенькие виллы и совсем без реновации. по пляжам, скажу, что, что у нас вот та коса, вот эта вот вся левая часть на карте, да, где коса и ниже до прям бассейна, это у нас все великолепный, классный пляж, вот просто как на картинках с пологим входом сразу глубина, можно прекрасно поплавать, на косе там вообще все вариации, наверное, есть поглубже, помельче, песок помельче, побелее, вообще пудровый, то есть там просто великолепно. Есть один нюанс сейчас по лагуне, да, то есть где мы видим вот внизу до карты лагуна, там бывает у нас коралловая крошка, то есть там у нас мертвый коралл при входе, сам пляж прекрасный, то есть хороший, глубокий, пологий вход, там все хорошо, даже есть риф немножечко подальше, но при входе могут быть кораллы, то есть деток лучше, конечно же, обувать специальную обувь, либо проходить буквально там полторы, минуты на прекрасный пляж, где у нас двоечка на карте, основной бассейн, там будет просто все прекрасно, великолепно, без коралловой крошки, пудровый, мягкий беленький песок. Вот, коллеги по номерному фонду, базовая категория, самая дешевая, это у нас санвилла, но она 18-го года. Сейчас попозже покажу фотокарточки, значит, это у нас санвилла, бичвилла, да, санвилла, она дешевле, но она новее, да, это как раз фотографии реальные, живые, санвиллы, мы видим, что здесь покрытие пола, какое, сама мебель немножко обновленная, новая кровать, да, уже такая 18-го года, скажем, но новая, да, там шторы даже уже другие, интерьер, там этот фан, да, этот вентилятор, да, то есть какой-то интерьер, запомнили, да, какой, это у нас дуб-кровать, кстати, только в санвиллах такая дуб-кровать, в остальных мы ставим полноценную взрослую кровать. И это у нас санвилла, друзья, самая базовая, дешевая категория, но у нее вот такой вот санузел, он новенький, свеженький, то есть мы видим, что это уже прям вот такой вот, честно, конечно, просто небо и земля между бичвиллой и санвиллой, да, сейчас я вам покажу бичвиллу, друзья, это пока что еще санвилла, то есть это такой вот номер, недорогой, да, только из-за того, что он находится на второй линии, то есть там нет собственных шезлонгов на пляже, поэтому он дешевле, но сам номер очень приятный. Коллеги, это у нас идет дальше, номер без реновации, делюкс бичвилла, все номера здесь не стало, картинки ставить реальные, потому что займет очень долго, поэтому делюкс бичвилла, он по интерьеру, по состоянию очень сильно похож на бичвилла, а только делюкс бичвилла будет стоять на супер пляже, да, русалочка, и делюкс бичвилла у нас побольше чуть по площади и имеет обычный душ и тропический душ, в этом будет различие, а так примерно плюс-минус одинаково. Это мы видим с вами делюкс бичвилла, эти номера у нас без реновации, и мы сразу видим разницу, что у нас бичвилле будет такой же плюс-минус, что у нас кафельный пол, что у нас такой, так скажем, уже не совсем современный интерьер, в нашем понимании, но номер вполне прекрасный, чистенький, вся мебель без царапинки, все в хорошем состоянии. Это у нас как раз, опять же, делюкс бичвилла, терраса, да, если гостям как бы ок, если это первый раз, если они там хотят, да, в пятерку, на Мальдивах попасть, у нас сейчас очень хорошие скидки, единственное, что делюксы у нас, самые первые уходят на август, там уже, по-моему, вообще все закрыто, только на июле у нас остались делюкс бичвилла, потому что это не очень дорогая категория, но на классном пляже, там вообще все рядом, поэтому они улетают у нас. Вот, и вот такой вот санузел. Коллеги, это номера без реновации, бичвилла, делюкс бичвилла, ту бедрум бичвилла, у нас вот такие вот будут душики. Уже, начиная там санвилла, санцент бичвилла, уже совсем другая картина, уже другие номера, поэтому имейте, пожалуйста, в виду. И это у нас лагунки уже пошли, это базовая самая категория, вот лагун бичвилла, это уже номера 2021-2022 года, новенькие. На нижнем слайде видим, да, фото, это у нас уже совсем другая история, абсолютно классные супер номера, новенькие, с новой сантехникой, с новой, вообще все было перестроено полностью. Мы видим, что это номер новый, но он без бассейна, они поэтому у нас по цене будут очень приятные, да. Это у нас как раз дом-кровать в лагун бичвилла, который раскладывается, огромный диван, да, детки у нас тут спят. Это санузел в лагун бичвилла, и это у нас водная вилла, друзья, они тоже без реновации вообще, и вот показываю вам несколько фото, но они, конечно же, поинтереснее сами по себе, это уже категория подороже, чем бичвиллы, и тут уже будет такой, вот скажем, более изысканный стиль, да, то есть мы видим лепнину на потолке, уже настоящий пол из настоящего дерева, то есть они будут более, так сказать, по презентабельной, по лакшери, но опять же, еще раз напомню, это номера без реновации. И абсолютно новые классные номера, это виллы с гидромассажной ванной, виллы с бассейном, тут вообще вопросов нету, все новенькое, свеженькое, полы из натурального дерева, шикарный ремонт уже другого уровня, косметика, это все реальные фото, на самом деле все очень свеженькое, классное, просто опять же, разница между номерами без реновации и новенькими, она колоссальная, как будто отель в отеле. Это как раздоб кровати в номерах с гидромассажной ванной. Друзья, ну все это есть в телеграм-канале, с видео, с фото, как это все раскладывается, как выглядит в рассложенном виде. И в повышенных категориях в велопарке у нас уже мерч, это пляжные шлепки, это у нас тапочки домашние, вот, и это у нас высшая категория, все очень красиво. Коллеги, по развлечениям, я уже много чего сказала, да, что этот отель, где постоянно что-то происходит, какие-то соревнования, мастер-классы йога, по развлечениям, тут все прекрасно, акваэробика, у бассейна постоянно какой-то аниматор что-то там гостей собирает, какие-то веселые игры проводит, вот, и поэт, и рейф-тренировки, все это бесплатно, каждый день присылается гостям, либо вывешен, да, на плакате распорядок дня, расписание, гости могут присоединиться вечером, это обязательно домашний кинотеатр, показывают фильмы, в том числе, естественно, с русскими субтитрами, вот, поэтому я думаю, что все уже, да, знают, что отель веселый, очень много всего интересного есть, немножко фотографии одного из наших аля-карт ресторанов, публикую, Zero, да, такой он, уникальный в том, что он находится как будто в джунглях, и у него столики на дереве, да, прям вот, то есть это прям такие отдельные столы, да, на дереве, в том числе и есть, где можно сказать, посидеть в такой необычной атмосфере, по-моему, действительно очень необычно. Коллеги, и Royal Island у нас на подходе, я сейчас посмотрю ваши вопросы, Анна спрашивает, в каком-нибудь из представленных отелей есть школа дайвинга, Анна, во всех отелях у нас есть школа дайвинга, в том числе, мы имеем сертификаты ПАДИ, то есть гости могут у нас пройти международную сертификацию, получить этот сертификат, и уже плавать в любой части мира. Конечно же, да, у нас очень сильная школа дайвинга, одна из самых сильных на Мальдивах, она имеет одно название, Dive Oceans, на все наши три отеля, то есть это прям такая огромная корпорация, мы в том числе обучаем других дайв-мастеров с Мальдив, то есть у нас прям такие сильные-сильные ребята. Оль спрашивает, в Сан-Билла пляж не очень, ничего не делали с ним? Оль, вы, наверное, спрашиваете про лагуну, про которую я говорила, что там коралловая крошка, да, там все так же в прошлом году, вот в отеле с прошлого года по пляжам ничего не изменилось, то есть такой стабильный остров, где вот была там, не знаю, напротив 235 номера вот эта пальма, и вот такой был вход в море, и вот посуда, не знаю, сразу там заходишь, и вот посуда была, то есть это стабильный остров, он не плавучий, он большой, поэтому там практически ничего не меняется, и да, именно пляж, который прям под Сан-Биллами, он будет, он прекрасный, он хороший, он пологий, но там будет при входе коралловая крошка, все у меня прям в подробностях в телеграм-канале с видео есть, но опять же, мы можем ходить, это реально полторы минуты до общего пляжа, там и шезлонги для них есть, для Сан-Билл, и великолепная пляжная коса с белоснежным пудровым песком, поэтому тут обычно гости не испытывают проблемы, реально тут просто очень близко, даже по карте посмотрите, вот до джетти, вот и сразу после джетти на карте с левой стороны начинается прекрасный пляж, поэтому тут Сан-Биллы не испытывают обычно. Коллеги, все, вопросов больше нету по велопарку, если что, еще можно в конце будет задать, сейчас буквально чуть-чуть, я вам сразу скажу, что презентация еще максимум 10 минут у нас продлится, кто уже хочет убегать, поэтому Royal Island будет совсем чуть-чуть информации, поэтому у нас основная часть презентации уже завершена. Сан-Биллы 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 сразу, сэлс-поинты, это 5 звезд отель, в былые времена, когда-то в начале 2000-х этот отель был самым дорогим, классным, премиальным на Мальдивах, у него отсюда и название, Royal Island, то есть там селились президенты стран, когда приезжали зип-миссии, туда селили разных гостей, звезд мировой верthon, Это был такой вот фешенебельный отель. Но, конечно же, очень много чего поменялось с тех пор. Это сейчас уже далеко не так. Но отель помнит свою былую славу. От этого там изначально он был самым дорогим из наших отелей, самым таким премиальным. Туда, конечно же, доставляли самую дорогую мебель, самые дорогие аксессуары, самую дорогую сантехнику использовали при строительстве отеля. Поэтому он еще помнит, каково это, и имеет такой вот шик и роскошь. Конечно же, из наших отелей раньше это был самый фешенебельный, самый дорогой, самый представительский. Коллеги, сейлспойнты какие? Значит, первое, это отель расположения. Этот отель находится на Баа Атолле. Это у нас, на мой взгляд, самый красивый атолл на Мальдивах. Это заповедник Ханифару Бе. Недалеко находится в 15-20 минут езды на скоростном катере. И сам остров находится под охраной ЮНЕСКО, потому что это и есть домашний риф. То есть, когда я спрашиваю коллег с острова, где у вас тут домашний риф, они мне говорят, это все домашний риф. Поэтому, если у нас гости, которые очень привередливы к дайвингу, которые уже были в Дахабе в египетском, везде все объездили, им нужно что-то эдакое, они хотят удивиться, то отправляйтесь, пожалуйста, в этот отель, не пожалеете, потому что дайвинг и снорклить здесь великолепны. То есть, это история, когда гости выходят снорклить прямо с берега, со своей виллы, и сразу же они видят всех рыбок, которые у нас на картинке в учебнике в Индийском океане обитают. Это очень красивые рифовые сады прямо с берега. Это открытый океан. То есть, если у нас, например, виллопарк, виллоночка, это у нас лагуны бескрайние, да, то есть и океан у нас очень далеко-далеко, да, то здесь у нас прям открытый океан. И, коллеги, второй селлспойнт, это отель, как я сказала, уже такой, помнит свою былую роскошь, поэтому там будет самое крутое питание. Вот просто, если гости любят хорошо покушать, то и на туда. Он не очень дорогой, но питание у нас на очень высоком уровне, реально, как в каких-то дорогих люксовых отелях, оно там больше приближено к аликартовому, потому что там, ну, например, на ужин, скажем, стоит шеф и делает какие-то индивидуальные блюда, например, пасту классную, да, там с каким-то local flavor, да, или то, что гости попросят, либо там, не знаю, там роллы, да, крутят, стоят повара, да, и прямо вот то, что закажут, например, там мне Филадельфию, мне там такую с лососем, мне с угрём. То есть такой индивидуальный подход и невероятно хорошее качество продуктов, еды, всё такое, знаете, индивидуальный подход. То есть если, например, виллопарк носикает, ну, скажем, такой шведский стол, вот, то Royal Island – это такое более уникальное в этом плане место. Второй self-point – это у нас, конечно же, природа, очень сильно похожа на Бали, многие гости замечают, очень вкусные ароматы. Это отель про побыть наедине с собой, побыть наедине с природой, это абсолютно отличающаяся концепция от наших двух предыдущих отелей. То есть здесь больше про удинение, про настоящий мальдивский отдых. Но, несмотря на это, тут есть всё равно дорожки, да, по территории всего отеля, то есть тут тоже, опять же, можно надеть каблуки. И всё-таки это не совсем прям вот такой, знаете, классический-классический bare-food отель, это всё равно как бы, всё равно можно на каблуках походить, сходить на какой-нибудь красивый вечер живой музыки. Вот, и, конечно же, это вот прям самый уникальный остров, то, что здесь зелено, очень зелёный, классный, там всякие банян-три растут, птички поют разные, там всякие уникальные маленькие разноцветные птички живут. Очень красивый по природе, реально пышная растительность. Остров небольшой, он не имеет водных вилл, то есть все острова, все виллы у нас находятся на берегу. Третий сейлспоинт, друзья, это номер равно отдельная вилла, то есть это приватность. То есть у нас гости живут в своём домике. И, коллеги, дальше поехали. Это фотографии реальные, прям вот самые свежие. Это у нас джетти. Это у нас там зелёная растительность, да, показываю. Какая особенность отеля? Это у нас сейчас, как мы понимаем, да, что у нас отель не прошёл реновацию. Всё поддерживается в хорошем состоянии, но отель без реновации. Опять же, повторюсь, так как здесь было лакшери-ройл в начале 2000-х, здесь очень качественная мебель, очень много антиквариата, поэтому там не сарапинки, невероятно в хорошем состоянии всё, но всё равно это, так скажем, интерьер не очень современный. Поэтому если гость гостям как бы окей по фотографиям, да, это опять же реальные фото. Это у нас вот зона главного бара, да, где у нас проходят вечерние мероприятия, живая музыка, джаз-вечера и так далее. Как бы отель очень хороший, там прям вот такая благодать. Это у нас шезлонги. Опять же, видим, да, что шезлонги не суперсовременные, но они опять всё в очень хорошем состоянии, они все красиво выглядят. То есть это прям вот просто дорогой был шезлонг, и как бы сейчас он там по прошествии лет просто в хорошем состоянии и остался, да, то есть то, что он дорогой. А номерной фонд выглядит вот так, то есть там всё очень просто, практически все домики одинаковые, категории тут немного, да, номеров, и вот такой вот деревянный, опять же, в номере нет никаких посторонних запахов, там всё в очень хорошем состоянии, качество, не царапинки, всё это очень достойно выглядит, но опять же, ещё раз, да, это не вот эти новые современные белые интерьеры, это всё вот так. И новинки этого отеля, это в прошлом году мы сдали 10 бассейнов, сейчас расскажу, как это выглядит, появилась новая категория, бич, полувилла, но сам домик не прошёл никаких реновационных работ, то есть разница будет только в наличии бассейна и качели. И мы с вами видим вот эти вот бассейны, ещё раз повторюсь, сам номер у нас не реновирован, то есть это то же самое, просто есть индивидуальный бассейн, они будут подороже. И вот такую вот качельку к каждому номеру пристроили. Ну да, там немножко сделали реновацию санузла, да нет, в общем, просто фото делаю из этого номера, там всё абсолютно так же, да. Друзья, по Ройл-Айленду сейчас посмотрю вопросы. Оля пишет, всё равно он остался очень приятным и качественным. Спасибо вам большое, действительно, вижу, что недавно были. И, коллеги, немножко скажу про Вилла Хэвен. Субтитры сделал DimaTorzok Вилла Хэвен. Это наш четвёртый остров. Это бывший, на этом острове ранее располагался отель Holiday. И этот отель, этот остров у нас полностью во время пандемии закрылся. Были снесены абсолютно все здания. Были удалены все системы коммуникаций. И всё построилось заново, кроме деревьев. И в этом году отель уже практически готов. В этом году будет открыт наш первый премиальный отель «5 звёзд». Ну, коллеги говорят «Лакшери», но я всё-таки бы сказала, что это премиальная линейка. Будет называться Вилла Хэвен. Место расположения его – это Саузер и Атолл, совсем близко к Виллопарк Санэм. Будут летать гидросамолёты. Тогда на гидросамолёте где-то 15-20 минут. И, собственно, у нас тоже будут гидросамолёты, Вилла Эйра, авиакомпания. И анонсируем продажи мы в ближайший месяц. И в ноябре, скорее всего, уже будет открытие. Скажу про то, что вопросов много. А точно ли откроетесь в ноябре? Скорее всего, да. Я думаю, что в этом году всё-таки откроется, потому что первое открытие уже намечалось на прошлый год, на ноябрь прошлого года. Но там ещё всё доделывали. И, знаете, так как на Мальдивах у нас объявляется открытие отеля, а потом ещё 2-3 года его открывают. Так вот, всё-таки сейчас уже, скорее всего, его откроют. Я там была сама в феврале. Номерной фонд уже был полностью готов. Строили рестораны. Если всё будет в том же темпе, то абсолютно точно его в ноябре откроют. Анна спрашивает, какой вид транспорта в Ройл? Да, скажу сразу. Значит, по Ройлу у нас также доместик. Это у нас Баа-Атол. Мы прилетаем на Дереванду. Это где-то 20 минут на внутренних авиалиниях. Где-то 2-3 раза в день у нас рейс туда. Тоже в Вилле-Эйр туда летает. Иногда пользуемся, если вдруг там какие-то туристы вечером прилетают, иногда пользуемся услугами других авиакомпаний в том числе. Прилетают гости на Дереванду. И где-то минут 10 ещё на скоростном катере. То есть в общей сложности где-то минут 40 занимает трансфер. Коллеги, а сейчас мы по Вилла Хэвен продолжим. Друзья, это будет отель в стиле лайфстайл. Это будет совсем иная история, нежели вилла-парк, либо вилла-нотика. Это будет отель больше про отдых, про ретриты, про, так скажем, открытие граней своих, про единение с природой. Про, в общем, про лайфстайл, всё, что касается здоровья, собственных ресурсов организма, аюрведа. Небольшое количество вилл всего будет на острове. И опять же, это будет свой домашний риф. И те же самые 62 точки дайвинга поблизости, да, как у вилла-парк Санайланд. Коллеги, это рендер. Но примерно плюс-минус фото выглядит вот так. У меня есть видео и фото реальные, но маркетологи пока не разрешают их выкладывать. Если откроем, когда продажи уже у кого-то будут, то напишите, пожалуйста, мне. Я вам скину, как это выглядит на самом деле, но маркетологи не разрешают сейчас выкладывать вот эти полуремонтные фотографии. Хотя уже номера готовы. У меня уже прям есть даже видео. Там всё полностью стоит, вплоть до полотенчиков, вплоть до, не знаю, аксессуаров каких-то, да. То есть реально уже готов отель. Вот, друзья. И последний слайд у нас. Это у нас обещанный QR-код на телеграм-канал на русском языке. Я его введу. Только информацию по продукту там отправляю, никаких не офферов. Информацию по продукту, если что, поменялось, система питания добавилась. И обзоры всех номеров, да, все новинки наши там публикую. И позвольте представить мою коллегу. Сегодня она не в эфире. Я зовут Мария, потому что она отвечает на вопросы агентов, пока я веду вебинары, езжу по рот-шоу. Она сидит именно прямо вот на наших срочных звонках, на наших срочных сообщениях, отправляет всю информацию по продукту. Если какие-то вопросы по гостям тоже, пишите, пожалуйста, ей. WhatsApp, Telegram, она доступна. И третий момент. Представляю вам наш брендсетс. Это у нас ссылка, да, на все наши фотогалереи, видео, фактшиты. Далее, меню все, расписание экскурсий, не расписание, прошу прощения, а расценки, да, журнал экскурсий, журнал SPA и так далее. Все это можно найти по этой ссылке. Там сразу же выходит строка поиска. Пишем, что нам нужно, нажимаем на поиск, и он вам выдает соответствующий файл. К тому же, прошу обратить внимание, по этой ссылке у нас есть видео, которое называется Lifestyle. Каждое это видео имеет в названии Lifestyle. Это наше новое контентное видео, которое мы отсняли с блогерами буквально в конце прошлого года, после реновации курортов. Это специально для рекламы направления и наших отелей. То есть их можно использовать в любых публикациях, в любых соцсетях, если упоминается название конкретного отеля. Что это такое? Это маленькие короткие видео под сторинсы, которые можно просто скачать и опубликовать у себя. Очень красивые, классные. Там у нас в основном британские блогеры. Снимали все это на очень профессиональное оборудование. Поэтому пользуйтесь, пожалуйста. Их там, не знаю, все время меняется, но порядка 60 было таких видео в последний раз, когда я туда заходила. Вот, друзья, ну все, пора прощаться. Нам уже спасибо большое за ваше внимание. Мы отлично уложились с вами в тайминг. Ирина, большое спасибо, тоже очень рада. Спасибо за вопросы. Друзья, очень живая аудитория. Молодцы, что интересуетесь, что развиваетесь. Давайте летом продадим по хорошим чекам нашим туристам отели. Наши отели действительно классные, уникальные для первой поездки. Просто потрясающие. И, наверное, последний год, когда у нас такие цены, потому что сами видите, что реновация идет. И уже сейчас Deluxe Beachville сдадим, Beachville сдадим. Они, естественно, уже будут стоить совсем по-другому. Поэтому пускай наши гости успеют по доступным ценам посмотреть Мальдивы. Возможно, да, такого в следующем году уже не будет. Поэтому бронируйте. Очень вам благодарны за все. Надежда пишет, была в трех ваших отелях в мае в рекламнике. Очень понравилось. Спасибо большое. Да, действительно классные. Классные отели, классный сервис. Несмотря на то, что это не лакшери, но очень душевно все, качественно, вкусно. Действительно хочется потом в эти отели. Хочется возвращаться. Скучаешь. Поэтому прилетайте, коллеги. Очень много фамов этим летом у нас. Скоро тоже сделаем по Heaven. Благодарю за внимание. Благодарю за ваши вопросы. За ваши продажи. Всего вам доброго. Прекрасных продаж и прекрасного дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Доброе утро, коллеги. Спасибо, что присоединились к нашему вебинару этим утром. Здравствуйте. Меня зовут Владлена Пермякова. Я представитель компании Barcelo Hotel Group. Это испанский бренд, если вы знаете. Компания насчитывает уже более 90 лет на рынке туристических услуг. Бренд достаточно известный. Включает в себя 4 подбренда. Это непосредственно марка Barcelo, марка Occidental, марка Allegra и Royal Hideaway. Это наш топ-сегмент пятизвездочный отель. Непосредственно наш сегодняшний вебинар, конечно, будет посвящен Мальдивам. Нашему первому отелю на Мальдивах Barcelo Well Lagoon Maldives. Пять звезд. Но перед тем, как я перейду к основной части, пару слов о компании. Как я уже сказала, то, что испанский бренд. Центральный офис у нас находится на Майорке. Я непосредственно работаю здесь, на этом чудесном испанском острове. Компания успешно развивается. В последние годы на данный момент у нас более 280 отелей по всему миру. На национальном уровне мы вторые после Милея Отельс. И на мировом уровне мы в топ-30 гостиничных сетей. Идет успешное развитие по направлению Азии, Юго-Восточной Азии. И вот как раз в 2023 году, летом 2023 года, было открытие нашего первого резорта на Мальдивах, которому сегодня посвящен наш вебинар. Перед тем, как я подробно буду рассказывать о нашем курорте, пожалуйста, мы посмотрим видео. Попрошу Андрея, моего коллегу из АНЕКСа, подключить видео, чтобы мы с вами сразу окунулись в атмосферу Мальдив. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Ну что, посмотрели видео, надеюсь, все прониклись чудесными видами резорта Барсиловы и Лагун Мальдив. Вижу ваши вопросы, буду отвечать или в процессе презентации как раз по принципиальным отличиям, плюсам и несомненным, да, и, может быть, какие-то недочеты тоже озвучу. Вот. И непосредственно после презентации уже устроим с вами сессию по вопросам, которые еще останутся. Итак, Барсиловы и Лагун Мальдив, как я сказала, отель относительно новый, открылся в августе 2023 года. Что это значит, что все номера, они с иголочки, да, современный дизайн с использованием натуральных материалов. Впоследствии мы с вами еще посмотрим, как выглядят номера. Расположение курорта. Это Южный Ари-атолл, то есть это достаточно удаленный атолл от столицы Малея. Транспорт туда на гидросамолете, то есть это около 30 минут составляет путь на гидросамолете. Вот. Здесь у нас картиночка по прибытию на резорт. Сразу оговорюсь, что собственного лаунжа в аэропорту Малея у Барсиловы и Лагун нет, но гости могут использовать VIP-кор лаунж от TMA, от TransMaldivian Airlines, который, собственно говоря, и осуществляет транспортировку до резорта. Остров, на котором находится резорт, он полу-насыпной, то есть на основе натурального острова сделали насыпь. То есть пляж там – это коралловая крошка. Она достаточно мелкая, то есть даже босиком вполне комфортно можно купаться. Но если на всякий случай гости хотят взять с собой специальную обувь для купания, если прям вот очень чувствительные ноги, то, конечно, это можно, но в принципе пляж босоногий, да, то каких-то нареканий от гостей мы в этом плане не встречали. По размерам острова размер относительно достаточно приличный – 630 на 265 метров. Это в квадратных метрах 86 тысяч квадратных метров, то есть достаточно обширный. У резорта богатая развитая инфраструктура. Есть два бассейна с прекрасными видами панорамными, да, вот на схеме резорта их видно. Бассейн Бриз и бассейн Мэджикал, где будут получаться замечательные подки восходов, закатов, да. Непосредственно в этой зоне бассейнов располагаются также бары-рестораны с тем же названием, то есть рядом с бассейном Бриз это будет бар-ресторан Бриз, и рядом с бассейном Мэджикал будет расположен Снэйк-бар Мэджикал. Есть три ресторана, три бара. Помимо озвученных уже ресторанов-баров, основной ресторан – шведский стол – это у нас Си Салт. Вот я на схеме его показываю стрелочкой. Есть тематический ресторан «Аква», где можно ужинать при предварительном бронировании. Ужины доступны, если у вас режим «Всю включено», это будет также бесплатный ужин один раз за проживание минимум пять ночей в тематическом ресторане «Аква». Помимо всего этого плюс еще у нас есть, конечно же, это спа-центр «Мандала», есть дайвинг-центр, где гости резорта могут пройти курсы и даже получить сертификат официальный. Есть центр водных видов спорта, конечно же, на Мальдивах, как без этого. Есть «Тинс Клуб», о котором я подробнее расскажу чуть попозже. Ну и, конечно же, наши замечательные виллы. Всего их 100 вилл на курорте. Виллы достаточно просторные, базовая категория пляжных вилл – это 78 квадратных метров. Это «Санрайз» и «Сансет бич» виллы, всего их 63 номеров. Есть водные виллы, тоже «Санрайз», «Сансет», это по расположению со стороны рассвета или со стороны заката. И семь номеров всего – это люксовый сегмент, самые большие по площади – «Сансет-суиты» с частным бассейном. Они 114 квадратных метров. Если мы с вами вернемся на первую картинку, на вид сверху на резорт, по расположению, то есть это вот с этой стороны, со стороны «Лагуны» будут у нас базовая категория «Сансет бич» виллы. Со стороны «Рифа» это будут «Санрайз бич» виллы. Вот с этой стороны, да, это здесь у нас проградится 7 суетов виллы «Люкс» с приватным бассейном. Ну и водные виллы, их видны невооруженным взглядом, то есть это с прямым доступом к воду. Вот видно также здесь этот причал, где приземляется непосредственно гидросамолет, и гости начинают свое путешествие по Барселобу и Лагуну Мальдивс. Вижу вопросы, как себя позиционирует отель, уровень лакшери, крепкая пятерка. Это прежде всего Барселобу и Лагуну Мальдивс – это не лакшери. Это 5 звезд, но это хорошая пятерка. По соотношению цены-качество – отличный вариант. Часто у нас бывают супер-промо, особенно сейчас, в низкий сезон. Вы знаете, лето на Мальдивах – это низкий сезон. Скидки у нас доходят до 50%. И партнеры, как Annex Tour, получают еще дополнительные какие-то специальные преференции в промо, которые мы выпускаем на рынок. Так что сейчас можно, самый бюджетный вариант съездить на Мальдивы. Единственное, конечно, в низкий сезон, в летний сезон, есть высокий риск осадков. То, что может погода портиться, и это достаточно непредсказуемый момент. Но зато очень бюджетно можно посетить, и даже если повезет с погодой, насладиться всеми прелестями Мальдив. Еще раз по концепту. Как я сказала, это твердая пятерка. Отличительная особенность резорта – то, что он позиционирует себя достаточно для широкого спектра туристов. То есть подходит как для романтического отдыха вдвоем, то есть это свадебные путешествия. Можно также на курорте организовать свадебную церемонию. Все этот спектр услуг есть, дополнительную цену. Можете запрашивать у ваших туроператоров, то есть это все прайсы вам перешлют из резорта. Также резорт себя позиционирует и для семейного отдыха, но с маленькой оговоркой. Все-таки это не классический семейный резорт, поскольку мини-клуба здесь нет. Мини-клуба нет, есть тинц-клуб, то есть это помещение, где с видеоиграми, с настольным футболом, какие-то настольные игры, но это на более старший возраст детей ориентированное. Плюс есть анимация, есть анимация также как для взрослых, так и для детей. Это входит в рамки концепта софт-клуб, то есть это не от и до мини-клуб, полномасштабная анимация. Это мягкий вариант клуба, анимация будет для детей, например, какие-то раскраски, то есть их там рисуют лица животных, то есть это для самого маленького возраста, или более ориентированное в сторону спортивных игр с детьми, или классы приготовления коктейлей безалкогольных, это тоже для детей организуется. Ну и, конечно же, широкий вид спортивной анимации, это пляжный волейбол, это классы йоги, акваэробика, айробика, все это есть, то есть гостям гости скучать не будут. Концепт софт-клуб это гарантирует. Помимо дневной анимации в ресорсе также предусмотрена ночная анимация, это как минимум будет вечером диджей-сет. Диджей-сеты и вечеринки с живой музыкой, они проводятся в зоне бассейна Бриз, вот в этой зоне, да, то есть это рядом с водными виллами. Если гости не хотят участвовать в шумных вечеринках, они всегда могут воспользоваться сервисом баров, которые располагаются в противоположной части резорта, это в районе бассейна Мэджикл, да, то есть музыки там будет не слышно, можно уединиться или насладиться приватным ужином на пляже. Эта услуга тоже есть, но это за дополнительную плату. Вот, то есть концепт резорта достаточно широкий. Плюс фишка резорта – это его расположение. Южный Ари Атолл и по названию резорта Барселоу Уэйл Лагун Мальдивс можно сразу догадаться, то, что рядом располагается сампа, это заповедник, это естественная среда обитания китовых акул, где как раз с ними можно поплавать, взять экскурсию. Экскурсия, разумеется, в данном случае будет за дополнительную плату. Но в чем плюс? Плюс так как расположение резорта относительно близи от этого заповедника, то есть и транспорт туда, транспортировка будет занимать меньше времени, чем если вы располагаетесь где-нибудь в резорте в районе Северного Мале, и плюс стоимость будет дешевле. То есть стоимость на человека, например, экскурсии, если вы хотите поплавать со сноркельгеном, с китовыми акулами или со скатами, где-то в районе 150 долларов на человека. Это стоимость, включая налоги местные. В аналогичной экскурсии, если вы берете резорт ближе к Мале, они будут как минимум в два раза дороже, правило, стоимость. Вот. И, конечно же, еще вероятность увидеть этих замечательных животных значительно выше, поскольку это их естественная среда обитания. На такие экскурсии, как правило, если туристы их покупают, стопроцентной гарантией никогда нельзя дать, что вы приедете туда и будете общаться с этим милым гигантом, с китовой акулой. Но вероятность значительно выше, поскольку их концентрация в этой зоне выше. То есть и со скатами можно взять поплавать экскурсию, и с китовыми акулами, с гигантскими морскими черепахами. Все это есть. Плюс тоже одна из фишек резорта – то, что есть домашний риф. Домашний риф на лодке буквально 5-10 минут. Причем мы это сейчас включаем. Сноркелинг на домашнем рифе включаем стоимость пакета «Все включено». Один раз в неделю, вернее, один раз за проживание эта экскурсия сноркелинга на домашнем рифе будет бесплатной. Так, конечно же, оборудование на сноркелинга, если вы хотите поплавать с маской вблизи на пляже, это все будет бесплатно. Плюс пакет «Все включено». Сейчас также мы добавили, проапгрейдили, включается один час в день сабборд, каек, немоторизированные водные виды спорта. Это как бы весь лимит один час в день, но, в принципе, как правило, этого достаточно. Если хотят продлить гости, это будет дополнительно оплачиваться. Это такое улучшение, апгрейд, который сделали пакеты «Все включено», поскольку изначально, когда отель только открылся, эти сервисы не были включены, только сноркелинга был включен в базовый пакет. Давайте еще немножко поподробнее остановимся с вами на номерах. Здесь можно посмотреть, как выглядит изнутри базовая вилла. Это у нас бич-вилла Sunrise и Sunset. Это планировка, дизайн, все одинаковое. Вижу вопрос по размещению. Да, во всех номерах можно разместить максимум до четырех человек, то есть это два плюс два, или три взрослых можно разместить. То есть это позволяет, и за счет этого тоже как бы концепт резорта приближен к семейному. А приближен, но все-таки это не классический семейный резорт. У каждой пляжной виллы есть свои пляжные лежаки с зонтиком, таким красным ярким зонтиком. Отличные фото инстаграммные получаются. На данном фото, данное фото, оно еще только-только после открытия резорта сделано, да, и видно то, что зелень, она относительно невысокая. Сейчас уже, так как больше года прошло после открытия, зелень разрослась. То есть вот эти нарекания, то, что не хватает приватности в виллах, их уже практически нет. Зелень достаточно пышная на резорте, резорт стал зеленее, и приватность на пляжных виллах стала, приватности стало больше. То есть это такой тоже шаг вперед у нас. Отключим указку. По планировке водных вилл, вот так они выглядят, дизайн тоже похож. Прекрасное все новое с иголочки. Очень мне нравится вот это дерево, да, естественные материалы, эко-френдли. Отличие водных вилл, да, от, ну, помимо того, что они непосредственно на воде, дизайн виллы, где ванная комната будет, она такая закрытая ванная комната, достаточно просторная, с прекрасными видами. Вот, в остальных виллах, да, вот в данном случае показана вилла «Люкс» с частным бассейном. Ванная такая же, как и в стандартных пляжах виллах. Это ванная открытая, да, сама ванна под навесом, а душ, он под открытым небом. Сразу оговорюсь, я еще вам после презентации скину ссылочку. Сейчас она у меня сохранилась, нет, да, вот эта ссылочка я вам переслала. Можно сделать виртуальный тур, очень удобно. То есть вы сами можете зайти по ссылке и пощелкать. Есть тур по 360 градусов по каждому типу виллы, да, по пляжным виллам «Sunset Sunrise», по водным виллам, по суиту люксовому. Есть тур по ресторанам, по спа. Так что это очень удобно. И когда вы, например, туристам будете рассказывать про резорты, то есть чтобы гости могли увидеть, да, как это почти вживую, да, как это все, планировка представляется. Хотела я подключить этот виртуальный тур в течение презентации, но, к сожалению, немножко технические возможности ограничены, и могли бы у нас с вами возникнуть проблемы со связью. Вот ссылочка есть. После вебинара также Андрей, мой коллега из «Анекса», он оставит в доступе для скачивания презентацию со всеми данными и видео. Это все вы можете себе сохранить. Также я вам пришлю мои контакты. Это контакты WhatsApp и электронная почта. Если какие-то вопросы, пожелания, мне можно писать. Пожалуйста, я со своей стороны постараюсь вас или связать с курортом, или ответить на вопросы, если это в моей компетенции. Так, вижу вопрос по пляжу. Давайте сразу на него ответим. Для этого надо вернуться на первый слайд. Смотрите, по пляжу. Как видно, вид сверху, со стороны лагуны полоска пляжа пошире. По идее, здесь пляж может быть чуть-чуть покомфортнее. Но на самом деле не намного он отличается, чем со стороны лифа. Также можно комфортно поплавать, если уровень воды позволяет. Пляжный отдых может быть замечательный. Но, как вы знаете, на Мальдивах тоже это достаточно непредсказуемая вещь. Уровень воды может прибывать и убывать. То, что это гарантии, что уровень воды всегда будет высокий, никто дать не может. Но, тем не менее, пляж прекрасный. Как я уже повторилась, это коралловая крошка. Но достаточно мелкая коралловая крошка. То есть босоногий пляж. Гости не жалуются. Большинство купается и наслаждается пляжем без специальной обуви. Перейдем мы с вами по концепту питания. На данный момент в курорте мы предлагаем самый обширный режим питания. Это и на завтраках можно забронировать, и обеды, вернее, полупансион. То есть это завтраки и ужины или завтрак-обед. И, конечно же, все включено. Это, по сути, самый востребованный режим питания на Мальдивах. Ну, сами понимаете, да, если гости путешествуют на остров, там варианты куда-то выйти, поужинать вне резорта достаточно проблематичны. Вот. В связи с этим, собственно говоря, было принято решение, то, что на сезон зима 24-25, то есть это с ноября этого года, резор переходит только на режим питания «Все включено». «Все включено», что такое в Барселуэй-Лагун Мальдивс? Это, конечно же, завтраки, обеды, ужины. В основном ресторане шведский стол «Си Салт». Причем, сразу говорю, это не так скучно, то есть что каждый день одно и то же. Все-таки Барселу – это стандарты, это, как правило, высокие стандарты питания, кухни. Каждый день в шведский стол на ужинах будет разнообразие. Это будут тематические ужины, то есть это будет или какая-то кухня с местным колоритом, азиатская кухня, суши. Это может быть вечер барбекю, как это, текс-мекс, американская кухня. Ну и всевозможные варианты. И, конечно же, не обойдется обязательно. Раз в неделю у вас будет средиземноморская кухня. Так как это испанский бренд, Барселоа – это всегда мы приносим в наши курорты, где бы они ни располагались, будь то Египет или Дубай или Мальдивы, всегда у вас будет возможность насладиться испанским колоритом, покушать паэлью. Наши шефы, наш персонал, который тоже несомненный плюс резорта, вам, нашим гостям, это обеспечит. Алкоголь входит, все включено, конечно же, в стандарт. Есть стандартный «все включено», есть «все включено» премиум. В стандартный «все включено» входит достаточно большой выбор алкоголя. Это и есть испанские бренды, которые включены в стандартные, и мировые бренды. По сути, стандартный пак «все включено», он достаточно полный. Премиум будет отличаться от стандартного пака только премиум алкоголем, какими-то премиум марками. По сути, только эта разница. Ну и плюс скидка, если вы хотите вне шведского ресторана, если вы хотите дополнительно поужинать в тематическом ресторане или по меню, которое не включено в стандартный пакет, что-то дополнительно заказать, у вас во «все включено» будет скидка на меню 20%, а «все включено» премиум, там скидка будет 30%. Это вот еще одна разница. Начала я говорить про шведский стол, то, что стандартный пакет «все включено». Продолжаем. Что еще включено? На ланч, помимо основного ресторана «шведский стол», гости также могут пообедать в «снэк-баре Мэджикл» или в ресторане «баре Брис». То есть, чтобы варьировать, чтобы не скучать в одном и том же ресторане каждый день, гости могут выбрать один из двух вариантов. Там будет обед, ланч по сет-меню. То есть, вам по заданной карте у вас будет включено или основное блюдо плюс десерт, или закуска и основное блюдо. Если что-то сверх этого, то это за дополнительную плату по меню непосредственно этих баров-ресторанов. Продолжаем мы с вами. Я надеюсь, с концептом «все включено», «все включено», «премиум» достаточно ясно стало у нас с вами. Как я уже упоминала про немоторизированные виды спорта, водные виды спорта, как саппорт, каяк, сноркелинг, это все сейчас включено в стандартный пакет. Есть лимитация по времени, это час в день. И плюс дополнительно раз, один раз за проживание включена экскурсия на домашний риф, где можно поплавать с baby shark, с маленькими акулками, совершенно безопасными и дружелюбными. Можно там встретить черепах, но это более редкий вариант. Ну и насладиться богатым водным миром, кораллами живописными. Так, ну что, двигаемся с вами дальше. Как я упоминала, инфраструктура курорта включает в себя спа, мандара. Конечно же, услуги массажа и каких-то церемоний в спа, это все за дополнительную плату. Есть различные у нас действуют промо, где в пакет все включено, мы добавляем, например, какой-то тестовый массаж на получасовой. Но это надо, как бы промо меняются, сейчас на низкий сезон достаточно обширная программа, то, что вы дополнительные плюсы экстра получаете при бронировании стандартного пакета все включено. Дополнительно уточняйте по предложению, которое действует на данный момент. Есть спортивный зал, чтобы совсем не расслабиться на хороших, кухня на все включено, чтобы талия не расползалась, всегда можно позаниматься на тренажерах или взять классы йоги, пилатеса, которые в дневное время проводятся, как правило, в зоне бассейна. Также, как я уже упоминала, есть тинц-клуб с приставками игровыми, самыми современными, с настольными играми, есть пинг-понг, есть настольный футбол, то есть это, как вы видите, ориентировано все-таки на тинейджеров, на более таких взрослых деток. В курорте для маленьких деток также есть услуги няни за дополнительную плату. И, как я упоминала, есть активности, есть анимация в течение дня для деток от 4-5 лет, то есть это тоже есть. То есть достаточно обширная программа, концепт резорта софт-клуб, как я уже упоминала, то есть он достаточно многогранный по ориентации на разные сегменты туриста, как и для романтического отдыха вдвоем, так и для отдыха семейного, так и для туристов, которые хотят поближе познакомиться с водным миром Мальдив и взять экскурсии и поплавать с китовыми акулами, со скатами, с черепахами и так далее. Вот, как я уже упоминала, говоря об экскурсиях, центр дайвинга, где также можно пройти курсы, получить официальный сертификат. Это все будет, конечно же, за дополнительную стоимость и центр водных видов спорта. В принципе, обзор курорта на данном слайде я завершу. Давайте еще раз пробежимся по вопросам, если я что-то не ответила, и вы смело можете задавать дополнительные вопросы сейчас. Early board offers за январь-февраль. На самом деле, early board, они будут действовать уже вот... Сейчас идет подписание контрактов с туроператорами, то есть с нашим дорогим партнером Annex Tour, я думаю, уже должны выставляться, уже публиковаться должны цены на следующий сезон зимний, то есть на январь-февраль, early board, они должны быть уже действовать. Мне надо уточнить с коллегой моей из резорта, которая непосредственно занимается контрактингом, то есть подписаны ли же уже все контракты, то есть опубликованы ли уже цены. Но по срокам они уже должны быть опубликованы. Да, как упомянул мой коллега Андрей, презентация данные и видео будут доступны для скачивания. Еще раз я вам скопирую замечательную ссылку с виртуальным туром, который вы можете сами познакомиться поближе с курортом и показывать гостям, если у них какие-то вопросы возникают. Также оставлю вам мои контакты. Скопирую. Контакт телефона это на WhatsApp, поскольку телефон испанский. Звонить на него будет дорого. Пожалуйста, можете смело на WhatsApp контактировать, какие-то вопросы по экскурсиям, по церемониям. Это все я стараюсь отвечать и, собственно, ориентировать по ценам, дополнительные сервисы какие-то. Еще раз я пробегусь по... Если были какие-то вопросы, я не ответила. Можете еще продолжать задавать вопросы, если что-то осталось непонятно. Так. По принципиальным отличиям отелей Барселло, мне кажется, я ответила, да, то есть испанский бренд, испанский колорит, как в части кухни, так в части анимации будет. и плюс высокие уровни сервиса и стандарты компании. То, что это крепкая пятерка, это не лакшери сегмент, тоже, я думаю, у нас с вами осталось ясно. Отличное соотношение цена-качество. Концепт резорта софт-клуб, который предусматривает анимацию, как в дневное время, обширную анимацию, направленную и на взрослую публику, и для детей, хотя нет мини-клуба, есть анимация, есть какие-то активности, направленные и для деток. Помимо того, конечно же, тинц-клуб для тинейджеров со своими активностями. Так, по пляжу тоже мы с вами проговорили, по вместимости номеров мы тоже с вами рассказали, то, что максимум с детками можно разместить до 4-х человек, это 2 плюс 2 в номере, но в этом плане тоже надо иметь в виду, это будет по деньгам, конечно же, экономней, но гости должны быть готовы, если это базовый номер, если это пляжная вилла, 78 квадратных метров, для как дополнительное место будет использована диван-кровать, который раздвигается, ну и при необходимости также можно поставить евро-раскладушку, но это существенно сократит площадь номера, то есть гости должны к этому быть готовы, то есть все-таки это немножко небольшое неудобство, ну относительно, для каких-то туристов это не имеет значения, но для требовательных туристов это может быть немножко проблематично, да, в этом случае возможно лучше бронировать более просторные номера, как Sunset Villa Pool, то есть это люкс с частным бассейном, который 114 квадратных метров, то есть он по обширной в этом плане. Так, вот, вижу вопрос, то, что летят туристы в октябре, супер, спасибо, что бронируете Барселон, есть ли какие-то нюансы размещения пляжа у этой категории. Так, Sunrise Beach Villa, Sunset, Sunrise Beach Villa, как я уже говорила, пляж достаточно однородный с одной и с другой стороны, так что нюансы, особых нюансов, там быть, быть, быть на картинке, я вам показывала, да, то есть мы с вами перейдем на, вернемся на первый слайд, со стороны лагуны, да, это у нас Sunset Beach Villa и со стороны рифа Sunrise Beach Villa, да, то есть пляж относительно однородный по всей территории курорта, да, единственное, со стороны лагуны он чуть-чуть пошире полоска пляжа. Вне сезон спрашивают, какой тип питания, тип питания сейчас предлагается, действуют все, которые есть по по контракту, это и на завтраках можно забронировать, и полупансион можно забронировать, и все включено можно забронировать, да, все типы питания доступны, но, как я уже оговорилась, с ноября 24-го года, с конца этого года, резорт переходит на систему питания, только все включено, то есть уже не будет завтраков и полупансиона, но этот шаг более чем аргументированный для отеля, который находится на Мальдивах, и более 80-90% бронирования, которое мы получаем в данном резорте, это все-таки все включено. Только на гидросамолете можно прилететь в Смоле или также есть катер. Вопрос задала Игуль, этот все-таки только гидросамолет, потому что удаленность 100 километров, да, на катере, то есть на лодке, это будет очень долго, и после длительных перелетов туристов еще сажать на лодку и транспортировать минимум, я не знаю, сколько это будет, два часа, три часа, ехать на лодке до Южного Ариатолла, это не вариант. Вариант трансфера это гидросамолет полчаса где-то по перелету с TMA Transmaldivian Airlines, то есть это единственный вариант, да, дорогостоящий в этом плане, да, 400 долларов, мне кажется, это со со взрослого, да, но это Мальдивы, это своя специфика, своя специфика, но у вас зато будет плюсы, да, которые я озвучила, да, это удаленный от Мале Южный Ариатол, но приближенный к зоне естественного обитания китовых акул и скатов, и водный мир в этой части, Мальдив, он значительно, конечно, богаче и разнообразнее, если мы говорим, сравниваем с экскурсиями, доступными по водному миру резортов в Северном Мале. Так, вижу вопрос по лаунж-зоне, то, что я упоминала в начале презентации, своего лаунжа у отеля нет, гостям предлагаются ожидания в Корал-Вип лаунж от ТМА, то есть с другими курортами, но так ожидания достаточно комфортные, будут приложены какие-то напитки, закуски, то есть гости неудобства в этом плане испытывать не будут. Еще подожду ваши вопросы, пока у нас еще есть время до завершения вебинара, хотелось бы вам озвучить анонс, у нас Барсело, если Барсело, Уэйн-Лагод Мальдивс, это наша первая ласточка на Мальдивах, у компании также обширные планы по экспансии в этом направлении, в этом году у нас откроется в конце года первый пятизвездочный отель Барсело на Сандура, это непосредственно Мале, это непосредственно Мале, вот, ну, останавливаться Мале, как сказать, это не самый привлекательный город, да, скажем так, но это будет прежде всего вариант для каких-то организаций каких-то ивентов, для Майс групп, и возможно будет вариант, если это очень длительный утомительный перелет у гостей, у туристов, у них все-таки появится возможность достойного проживания, то есть можно переночевать, провести ночь в Мале и уже на утро сядь гидросамолет и перемещаться до финального места проживания, да, на отдыхе, вот такой вариант, то есть это первый пятизвездочный отель Мале Барсело на Сандура, открытие, в конце этого года ориентировочно это будет сентябрь-октябрь, вот точную дату мы пока еще ждем, вот, ну что, дорогие коллеги, еще раз я продублирую мои контакты, ватсап, электронная почта, можете какие-то вопросы задавать, поблагодарю вас за то, что вы присоединились сегодняшним утром к нашему вебинару, спасибо вам за внимание, пожалуйста, присылайте к нам туристов, приезжайте сами, достаточно много вам трипов мы организуем с нашими партнерами, да, вот, все-таки стоит, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, вот, надеюсь, мой вебинар, этот вебинар помог вам более лучше понять детали, особенности курорта, вот, и лучше сейчас вы сможете его предлагать вашим туристам. Всего доброго, спасибо за внимание, и все раз спасибо Анне Кстур за организацию вебинара, мы всегда рады сотрудничать, спасибо, всего доброго. Доброе утро, спасибо большое всем, кто сегодня к нам присоединился, хотела для начала представиться, меня зовут Анастасия, я представляю отель Touch Мальдивы, это два курорта, и сегодня расскажу все наши последние новости, все наши предложения, что мы сейчас готовим, что вот у нас вот только-только было, и что принесло очень хорошие результаты. Мальдивы сейчас направление популярное, я тут смотрела, конечно, может быть, не столько популярное, сколько Турция, но входит топ-10 направлений, и наша страна сейчас находится на втором месте по въездам в страну, на Мальдивы, поэтому, я думаю, у вас спрос есть, а так предложений сейчас достаточно, конечно, нужно быть профессионалами. К сожалению, не так много у нас сейчас доступных перелетов, но я надеюсь, что уже все-таки появляются какие-то хорошие предложения по цене, поэтому удастся сделать такой шикарный и, можно сказать, не такой дорогой тур на Мальдивы. Вообще, Мальдивы, я тоже видела такое предложение, как Мальдивы по цене Турции, конечно, это все-таки не так, но, тем не менее, Мальдивы стали все еще доступны, больше доступны. И начну я сегодня с нашего такого очень уютного небольшого курорта, который является стандартной пятеркой, называют One Touch Coral Reef, и уже в этом названии кроется его секрет, курорт находится на тысячелетнем коралловом рифе. КОНЕЦ Перед вами, собственно, фотография этого курорта. И, как вы видите, остров очень зеленый, натуральный, и вокруг острова расположен живой, настоящий риф, которому на сегодняшний день уже более тысячи лет, и, конечно, это самая главная изюминка и самое главное преимущество нашего курорта. Что касается, как мы добираемся, это частые вопросы, которые вам задают туристы, как добираемся, как питаемся, что есть для детей, какая инфраструктура, я сегодня на все эти вопросы вам отвечу. Итак, добираемся мы на катере, 40 минут на катере, это действительно очень комфортное расстояние, гости прилетают на Мале, на Мале, их встречают сразу и сразу же отвозят в аэропорт, из аэропорта в отель, то есть они не ждут, не тратят время, и их отпуск начинается практически сразу, когда они сходят с самолета. у нас комфортные катеры, такие белоснежные, большие, наши, брендированные, поэтому гостей сразу, когда они попадают на остров, на катер, они уже, можно сказать, отдых уже начался. И когда они приплывают на остров, их ждут вот такие вот красивые интерьеры, я очень рада поделиться, что прошлый год был у нас нацелен полностью на восстановление курорта, курорт, конечно, уже такой подуставший был, сейчас много всего изменилось, вот в частности фотография лаунжа, здесь гости могут подождать заселение, если они раньше прилетели с утра, например, номер не готов, они могут здесь расположиться. Здесь же мы устраиваем какие-то активности, если, например, есть группа, там, например, им нужно какое-то пространство такое полузакрытое, мы можем здесь сделать какие-то мастер-классы, семинары, йога, классы для большой группы, здесь мы все это можем проводить. Собственно, это такие обновленные локации, это наш новый ресепшн, тоже очень красивый, встречают с барабанами, сразу такой прям мальдивский вайп, это наш основной пляж, и опять же гости, попадая с причала, попадают на этот пляж, сейчас на пляже мы, видите, поставили новые лежаки, зонтики, то есть те гости, которые проживают на водных виллах, пользоваться инфраструктурой общего пляжа, здесь отдыхать, брать все коктейли и собственно наслаждаться мальдивами. Что еще очень важно, что мы сделали за прошлый год, может быть, кто-то это уже слышал, я это сейчас сейчас рассказываю, мы укрепили пляж, потому что с пляжем у нас тоже некоторые были нюансы, и у нас поставили, вот сейчас я покажу стрелочкой, указочкой, вот тут такие вот волнорезы, соответственно, эти волнорезы у нас созданы для того, чтобы пляж расширялся, укреплялся и был более таким широким, более комфортным входом. Что касается размещения, мы такой бутик-отель, всего 62 номера, обратите внимание, все, что все номера у нас виллы, это сдвойные виллы, кроме президентских, то есть у нас все виллы в блоке по две виллы, самая база Superior, потом Deluxe, потом Premium Water Villa, и самое последнее это Nirvana Presidential Suite, это наша Two Bedroom вилла с бассейном, которая вот, наверное, такая самая роскошная в этом курорте. Что касается интерьеров, как вы видите, это достаточно традиционные домики, очень много дерева использовано, очень много натуральных тканей, все ткани у нас из Индии, настоящий такой индийский шелк, очень-очень высокого качества. Соответственно, курорт был построен давно, во время реновации в прошлом году, что мы сделали, мы просто там отшлифовали, ну, то есть сделали косметический ремонт, мы покрасили стены, поменяли текстиль, отшлифовали всю мебель, поменяли лежаки, поменяли гамаки, то есть курорт стал действительно комфортным и симпатичным. Это новые фотографии, которые я делала прошлым летом, последние фотографии, но я вот в ближайшее время опять и я, конечно, обновлю сама такие живые фотографии. Соответственно, супериор, у нас это вилла, самая маленькая, мы здесь не подразумеваем дополнительную кровать, единственное, что мы ставим, мы ставим детскую кроватку, она здесь вполне недостаточное место для нее, поэтому 2 плюс 1 мы здесь размещаем, но если гости там хотят, например, с ребенком постарше, но не готовы большую категорию брать, мы допускаем ребенка в кровать с родителями, ну, если кто-то вдруг там так вот может, потому что мы, конечно, это нигде не рекламируем, но если вдруг такие запросы есть, мы не против. Соответственно, ванны, такие натуральный мрамор, просторный, у нас в каждой вилле есть, прошу прощения, душ на открытом воздухе, такая тоже визитная карточка Мальдив, косметика у нас Forest Essential, это премиальный индийский бренд, это потрясающие шампуни, бальзамы, пены для ванны, то есть действительно очень-очень высокого качества. У каждой виллы, как я уже сказала, есть такой небольшой дворик, и поскольку отель очень зеленый, натуральный, у нас там гуляют сапельки, птички, вот эти waterhands, яйца высиживают, такой настоящий такой остров Робинзона Круза, и соответственно, у каждой виллы есть свой дворик, гамак, и поскольку отель очень зеленый, видите, такая арочка выходит, и каждая вилла такой красивый, собственно, такой проход в лагуну. это виллы наши экстерьер, то есть тоже, посмотрите, мы все обновили, свежая соломка, крыши постелили, покрасили стены, все выглядит достойно. Наши виллы Делакс, это вторая категория, они чуть-чуть побольше, здесь мы уже ставим и доп. кровать, и кроватку малыша. Соответственно, у нас здесь 2 плюс 2, это максимальное размещение, но прямо недавно мне даже подтвердили сюда в качестве исключения 2 экстра бет, то есть, если вдруг у вас есть там двое детей или трое плюс один, вы мне всегда можете написать, и мы сделаем такую опцию, ну, это, конечно же, согласование с гостями, но тут, опять же, дело в бюджете, то есть, если кто-то не может большую виллу или две виллы, мы можем такое тоже сделать. Соответственно, опять же, ванны, душ под открытым небом, опять же, у каждой виллы свой гамак, своя такая дорожка, мы сделали душики такие, прикрутили к пальме, поэтому гости, когда выходят из океана, они могут обмыться в душе, и вот по таким камешкам очень комфортно дойти до своей веранды и там уже с чистыми ножками посидеть, отдохнуть. Старая фотография, но тем не менее, хотела ее оставить, потому что, посмотрите, обратите внимание на пляж, у нас, поскольку мы стоим на рифе, у нас не везде бархатный песок, как на Мальдивах, у нас хороший песочек, но есть коралловые кусочки, коралловая крошка кое-где, но мы не можем ничего с этим сделать, потому что все-таки мы стоим на рифе, риф достаточно близко и все время намывает. И самая большая категория стандартных – это наша премиум водная вилла. Эта вилла у нас размещает тоже 2 плюс 2, здесь мы вполне комфортно ставим две кровати. Волнорезы у нас получаются, смотрите, я вам покажу сейчас фотографию, и если мы говорим про волнорез со стороны пляжных вилл, то это такие лучики, уходящие от острова, они абсолютно не загораживают обзор. Если мы говорим водная вилла, то там у нас волнорезы расположены, вам покажу, вот видите, вот эта полосочка каменная, это, собственно, и есть волнорезы, они, ну, не знаю, метров может быть 20-30, наверное, ну, может и 50, то есть такое достаточно комфортное расстояние, и в то же время это такие натуральные каменные конструкции, которые естественным образом они такие утопленные, то есть они, в общем-то, не мешают обзору, и поскольку такие камешки, они очень натурально смотрятся, но я могу сказать, что, конечно, наши люди сейчас перестали, да, любить вот это, вот все время обращать внимание на волнорезы, но благодаря волнорезам лагуны становятся купабельной, безопасной, то есть из водной виллы можно плавать с маской, у нас прекрасный риф прямо вокруг всех вилл, можно увидеть и скатов, и акулок, и кучу разноцветных рыб, и черепах, ну, здесь они, конечно, реже черепахи заплывают, но скаты, акулы здесь как бы, особенно с утра, когда еще никто сильно там не наплескался, и воду не намутил, то их там очень много, вот, поэтому я очень рада, что они есть, единственное, что сейчас, вот мне сказал наш новый генеральный директор, что они убрали волнорезы со стороны ресторана, там у нас где ресторан, который работает на ужин, и там тоже был волнорез, его полностью убрали, и, соответственно, теперь там прекрасная локация для фото, если кто-то хочет на закате фото без волнорезов, вот там как раз таки надо фотографироваться. И последняя категория, их две виллы, таких называется Nirvana Presidential Suite, это такой дом вдали от дома, тут бассейн, две спальни, две огромных ванны, гостиная, такая зона кухни, прямо такой полноценный большой дом. Что касается стиля, у нас очень традиционный, конечно, сейчас на Мальдивах большое количество отелей, но хочу сказать, у каждого отеля есть свои плюсы и минусы, может быть, у нас не такой суперсовременный дизайн, но зато у нас там живой остров, натуральный риф, такой естественный мальдивский курорт. И тут у нас недавно бронировала, жила, причем она бронировала сама, не какой-то там Барта, Рана Семенович, я смотрела вот ее обзоры, мне так понравилось, что она говорила так же, как и я считаю, что это действительно такой настоящий, зеленый, традиционный курорт, то есть она прочувствовала то, что мы хотели, хотим этим курортам сказать. То есть тому, кому нужны настоящие Мальдивы, зеленый остров, вкусная еда, риф, уют, сервис, это вот как раз таки про этот курорт. Соответственно, у нас две спальни в этом, в Нирване, то есть одна у нас получается на втором этаже, это Твин, и на первом этаже это Мастер Бендрум, это у нас, соответственно, King Size Bag. Ванны просто гигантские, это прям такие ванны и комнаты, у нас здесь получается в каждой ванне туалет, душ, ванна и две раковины. То есть всем хватит места, если семья из четырех человек, у каждого будет по своей раковине. Здесь мы максимально до шести-семи человек размещаем. Что касается кухни, здесь вообще все чудесно, кухня у нас уже все-таки завоевала своих ценителей, любителей, когда-то были там отзывы, что у нас одна индийская кухня, слава богу, эти времена прошли. В отеле всего получается три ресторана и бар. Ресторан у нас, концепция все включено, и концепция все включено а-ля карт. То есть гости могут есть в любом из ресторанов, и все эти рестораны, даже на завтраках, это будет заказ по меню. У нас из шведского стола только буфет с пончиками и свежевыжатые соки за завтраком. Остальное все, это все по меню. А, еще на завтрак фрукты там лежат. Но я хочу сказать, что это очень удобно, потому что, во-первых, это красивая подача, это всегда свежая еда, это всегда прямо все из-под ножа, и у нас действительно гости это ценят. Плюс у нас шикарное меню, завтраки вообще ежедневно у нас разные меню в течение недели, и это всегда кухни разных стран мира. Там, например, из наших кухонь это там и блинчики, и запеканки, сырники, мы тоже предлагаем. Ну и, естественно, там три вида генедикта на завтрак, вафли, и несколько видов яичниц, каши, в общем, все, что гости обычно любят на завтраке, у нас все это есть. Свежевыжатые соки, это, наверное, тоже одни из самых вкусных у нас фруктов. Манго, папайя, ананас, все это можно, любой сок все заказать, все это входит в All Inclusive. У нас получается, рестораны работают на завтрак, обед, ужин в определенное время, плюс бар открыт в течение всего дня, то есть гости могут в течение дня пойти заказать себе лесок, там или просека, что-кто, что пьет в баре, все это включено у нас уже в стоимость. Это несколько фотографий завтраков, вот, соответственно, наш завтрак, один из просто фотографий, я делала, это Бенедикт, всего их три вида, но всегда, говорю, это очень такая симпатичная подача. Ресторан на ужин, как раз таки, видите, за ним, если вы сейчас на фотографии видите волнорез, этот волнорез убрали, соответственно, здесь у нас можно вечером делать очень красивые фотографии. Настоящая пицца, мы делаем мастер-классы как для детей, так и для взрослых. Из новинок у нас, из развлечений, что мы сделали, теперь у нас есть Cinema Night, мы делаем детям периодически кино или же взрослым, можем, очень красивая, подача, мы можем организовать, если у вас компания, друзей, им такой приватный ужин на пляже с закусками, с кино, это уже будет немножко за доплату, но тем не менее, мы это можем сделать как в качестве такой приватной вечеринки. А так у нас появились там некоторые активности как волейбол пляжный, вот как раз таки Cinema Night мы делаем, кулинарные мастер-классы для детей и взрослых мы проводим. В общем, есть некая активность, которая вот пришла у нас, у нас генеральный директор, который сейчас работает в отеле, он раньше работал в отеле Touch Exotic, это второй отель на Мальдивах, и он, конечно, принес вот такую частичку лакшери более в этот курорт, в Touch Coral Reef. Несколько тоже фотографий наших блюд. Что мне нравится, в прошлом году я была, я прям влюбилась в этот ресторанчик, этот ресторан, который работает на обеды, это как Poolside Bar называется, то есть они просто взяли, там была у нас мебель, они взяли ее, отшкурили и сделали прям супер натуральный такой ресторанчик, сделали еще тенты они повесили от солнца, выглядит все очень уютно, очень, ну, как любят наши гости. Все естественно. А насколько долго, вопросы буду по ходу, потому что, потому что не забылось, насколько долго ожидание в ресторане в полную за полность отеля. Ну, скажу так, что у нас в целом в полную за полность, у нас количество персонала равно числу гостей, поэтому минимальное ожидание, всегда, когда гости садятся, им уже начинает переносить какие-то стартеры, что-то там, комплименты, соки, в принципе, всегда все проходит очень быстро. У нас были вопросы после пандемии, потому что не было персонала, там все они как-то на карантине отсиживались. Вот, сейчас этих вопросов вообще нет, мы вот сами были, когда была там загрузка 80%, 80%, все очень быстро, пока там туда-сюда, да, разговор, и уже все перед вами стоит, все приносит, вносит, все очень комфортно, вообще нет по этому поводу никаких нареканий. Бассейн, вот опять же, тут этот волнорез, который мы убрали, здесь его теперь нет, то есть теперь у нас, теперь у нас такая безупречная Infinity Laguna, как у нас Infinity Pool, и, соответственно, в Infinity Laguna он переходит. В этом бассейне он всего один на курорт, мы проводим уроки по дайвингу, вообще у нас бесплатно для гостей есть такие пробные уроки по дайвингу в бассейне, и не могут это с утра прийти и попробовать. Это наш бар, сейчас у нас есть бильярдный стол, теннисный столик, куча разных коктейлей, вообще очень вечером классно, музыка живая, у нас только-только вот уехала девушка из Белоруссии, певица, вот сейчас ждем новую девушку, кто у нас будет развлекаться вечером песней и диджейнгом из России, скорее всего, это будет человек, потому что для нас это очень удобно, что русскоговорящий сотрудник, вроде как и при деле на таком очень важном, в общем, так выглядит наш бар. Что касается развлечений для детей, у нас, поскольку нет детского клуба, мы все активности проводим в таких общественных зонах, то есть это кулинарный мастер-класс в ресторане, или на пляже мы делаем, как я говорила, Cinema Night, или муки, пирожные им делаем, у нас детское меню, ну, в принципе, ребенку можно приготовить что-то и вне меню, если какой-то там, не знаю, пюрешку из овощей или курочку, просто чисто на гриле, это все можно сделать, попросить. Здесь плохо, наверное, видно, но вообще хочу сказать, что наше все включено, везде это называется премиум, все включено, поскольку у нас премиальные напитки, это международные бренды и виски, коньяк, водка, вина, все это очень высокого такого международного качества бренда. Для тех гостей, которые живут у нас более пяти ночей, но в принципе, это практически все гости, которые приезжают из России и стран СМГ, мы бесплатно делаем всем взрослым гостям, то есть от 12 лет, мы делаем спа-процедуру в нашем спа-центре, а сейчас летом мы предлагаем еще очень классное предложение, делаем это либо круиз на закате гости могут выбрать, либо они могут выбрать такой приватный ужин на пляже, это уже на усмотрение с вами гостей, что они захотят. И также мы летом даем 25% скидку на наши свадебные процедуру, свадебные церемонии, свадебные церемонии, соответственно, гости, которые хотят отметить этот важный день, церемонии у нас символические, но тем не менее, очень красивые, на пляже или в павильоне, мы даем скидки на наши пакеты, и также есть, можно по меню выбрать, что они хотят, и тоже на эти все пункты меню будет скидка 25%. Чем же еще заниматься на нашем курорте? Соответственно, это первое и самое главное, это снорклинг и дайвинг, всем гостям мы выдаем ласты, маски, показываем, где лучше дайвинг и снорклинг, и они начинают заниматься, ну и сами плавают, если хотят, или группа, или экскурсию берут. Второе, наверное, важное, это все-таки такая романтика, потому что наш курорт, это более нацелен на парочки, менее на детей, поскольку у нас нет детского клуба, и у нас есть и всякие локации для завтраков, обедов, ужинов, плюс спа у нас, центр прекрасный, это наш, наш дживо спа, сейчас называются эти центры J-Wellness Circle, это переименовали, это из Индии наши спа-терапевты, которые проходят обучение в Индии, это действительно очень высокого класса специалисты, которые проходят обучение в школе, и только, вот я говорю, отличницы приезжают на Мальдивы, как на самый лучший курорт, свадебные церемонии, все это, все для парочек мы предлагаем. Третье ужин, вот если гости, например, от пяти ночей живут, сейчас мы вот такой красивый сетапом сделаем на пляже абсолютно бесплатно, просто надо сказать, мы хотим ужин, и мы все сделаем. Закаты невероятные, я могу сказать, что это одни из самых лучших закатов, конечно, в мире на Мальдивах. Что касается еще развлечений, можно сделать такую активность, как высадка кораллов, сейчас это выглядит чуть иначе, это старая фотография, раньше они на сетке высаживали, сейчас они на такие веревочки протягивают и привязывают, ну, новые технологии как-то они там переделали. А вот я, собственно, на своем уроке по дайвингу, это, я говорю, было лучшее решение в моей жизни попробовать в том году дайвинг, и это, конечно, открыло Мальдивы с другой стороны. Вот опять же, фотография, посмотрите, моя живая, там вот этот волнорез его полностью демонтировали, то есть там теперь нет этих камешков, где бассейн. Соответственно, у нас проходит урок сначала в бассейне, а потом погружаешься уже в саму лагуну, и вот такой коралловый риф, у нас вообще около отеля проходит коралловая стена, можно увидеть кучу рыб, вообще вы находитесь как в аквариуме, вокруг вас эти вот стайки рыб кружатся, можно опуститься туда поглубже. Для меня это было просто невероятное впечатление, я уверена, что для всех вас и ваших гостей это будет такое же впечатление от дайвинга. Здесь можно погрузиться без акваланга, ой, без сертификата до 12 метров, но с аквалангом обязательно. и как раз-таки такие цветные кораллы здесь вокруг острова до сих пор есть. Также у нас есть затонувший корабль, тоже такая достопримечательность, куда наши гости любят доплывать, кто-то более опытный даже кто-то заплывает, но мы не рискнули, но тем не менее это есть. И отдельно хотел сказать про СПА, у нас это такой город в городе, здесь можно как раз-таки бесплатной процедурой воспользоваться, ну и там потом добронировать себе процедуры во время пробивания. Это наш новый лаунж, где высокий проводной интернет, если кому-то надо прям постримить, не знаю, провести в тишине видеоконференцию, можно здесь прийти, уединиться, все это сделать. Наш новый магазинчик, очень такой задорный, с классными вещами, если кто-то решил пошопиться на Мальдивах, то я советую сделать это в отеле, а не в аэропорту, потому что в аэропорту обычные цены выше и товар какой-то такой, знаете, там фотография Мальдива, магнитик, а на нем принт там только на половинке, криво напечатанный, то есть не очень качество может быть, а здесь, конечно, мы выбираем хороших поставщиков, очень хорошие товары и цены тоже не космос, хорошие, нормальные цены. Экскурсии, у нас целое экскурсионное бюро, можно выбрать, куда они отправятся, у нас есть все переведено на русский язык, все описания программ, все экскурсии, мы все переводили, так что можно взять все на русском языке, и очень важно сказать, что у нас все меню в ресторанах тоже на русский переведено, присоединив, что русский, это не наш, не первый рынок, у нас, я посмотрела вчера, мы пятый рынок по отелю, соответственно, у нас в лидерах это UK, Индия, UK, Германия, Япония, вот это вот 4 рынка, которые на первых четырех местах, потом у нас идет Россия, потом у нас идет Австрия, некоторые страны Европы, Мальдивы, и Китай, к сожалению, пока или к счастью, немного, поэтому, хотя китай сейчас на первом месте по прибытии на Мальдиву, к нам они почему-то не плывут, ну и ладно, вот, соответственно, здесь у нас все переведено меню на русский язык, очень удобно, то есть даже все эти изысканные блюда, которые состоят из много, множества ингредиентов, можно будет легко все узнать, что там есть, какая-то аллергия, все понять и не переживать, ну и что касается преимуществ, это безусловно наш риф, который просто жемчужина, то, что отель у нас бутик, после реновации прошлогодней, я считаю, что это очень важно знать, все меню у нас а-ля карт, и все меню у нас дайн-эраунд, то есть можно в каждом ресторане есть без доплат, абсолютно, что касается русскоговорящего персонала, хотела бы сказать, да, но вот только недавно, буквально в мае месяце, уехала одна девушка, и мы ждем другую, то есть вообще в целом есть, но вот сейчас такой вот период между сезонья, когда у нас уехала девушка, закончился контракт, и новая еще не приехала, но есть, в целом будет, поэтому, но у нас сейчас, например, есть такая ситуация, у нас есть одни гости в отеле, которые абсолютно никак не говорят на английском, то есть для них это реально проблема, такие гости-то жизнь, но я с ними на WhatsApp, на связи, мы с ними каждый день общаемся, для меня это не проблема, если, но это не так часто, но кто-то вообще никак не понимает, но поэтому мы пока так выходим из ситуации, но мы уже подружились с этими прекрасными гостями, просто мы с ними вместе встаем, вместе ложимся, поэтому вы не переживайте, если ваш гость, вы всегда можете дать даже мой телефон, у нас, я говорю, курорт небольшой, это не то, что у нас там 500 номеров, и мне все пишут, и я такая никому не могу ответить, я стараюсь всем отвечать достаточно оперативно, поэтому не переживайте. Вот, и, соответственно, СПА тоже, я уже сказала, что касается у нас, я тут сегодня смотрела, у нас называется вебинар «Летние предложения Тач Мальдив». Я уже сказала про бесплатный СПА, я уже сказала про скидку на свадебные церемонии летом, сказала про бесплатный ужин или же круиз, но самое главное, конечно же, это цена основное, почему выбирают, ну, несмотря на все-все-все. У нас вот сейчас 31 мая закончился оффер, и сегодня мне согласовали опять новый оффер, вот это просто будет бомбическое предложение, которое, я надеюсь, уже будет загружено вот дорогим партнером компании «Анекс», уже, может, сегодня-завтра, мы все отправим. Вообще, это, хочу сказать, что компания «Анекс», это одна из компаний, которые одни из первых, когда мы отправляем спецпредложения, они первые публикуют на сайте, очень быстро всегда это происходит, поэтому первые букинги идут обычно от вашего партнера, от нашего партнера «Анекс». вот поэтому я надеюсь, что мы… и там будет очень хорошие цены, то есть мы сделали отдельные цены на все категории, и если ориентироваться, это мы будем продлевать предыдущее, если ориентироваться, то в среднем там цена уже будет вашему туристу, исходящая, порядка 315 тысяч по текущему курсу на все включено, на двоих на неделю, то есть это вот такая цена для… я считаю, что для Мальдив, за тот all-inclusive, который мы предлагаем, это практически бесплатно, потому что мини-бар, кстати, тоже у нас входит, два раза в день мы меняем номера, раз в день убираем номера, раз в день обновляем мини-бар, поэтому за то, что все включено, включая там экскурсию или ужин, включая SPA-процедуры, которые вообще у нас, начиная там от 150 долларов в целом, одна процедура, а тут мы дарим каждому гостю, поэтому цена получится прямо волшебная. Обязательно следите за анонсами, я уже договорилась с нашими партнерами, что они выложат у себя после вебинара, как только мы опубликуем в Telegram, они сразу все выложат. Но я также, конечно, выложу и в нашем Telegram-канале, в Telegram-канале отелей, я в конце вебинара обязательно поделюсь ссылочкой у нас Touch Maldives, это наш Telegram-канал со всеми новостями, спецпредложениями, фото, видео. Но в любом случае, знайте, что буквально сегодня все у меня сложилось, все подтвердили, и я очень надеюсь, что мы официально сможем это разослать, и будет вам что продавать, уже после услышанной информации. Мы переходим ко второму курорту, и тоже, вот сразу забегая вперед, скажу, что мы сделали сейчас, сегодня тоже согласовало, я надеюсь, что ближайший сегодня-завтра мы это все разошлем для всех проживаний до конца октября, то есть это наш летний период, мы дадим скидку, сейчас достаточно кусачие такие цены на этот курорт, и мы выпросили у наших директоров 50% от контракта, бесплатный апгрейд по питанию, бесплатный трансфер. Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok Курорт не такой популярный на нашем рынке, я вижу в этом, конечно, несколько причин. Во-первых, потому что отель в основном это водные виллы, наши любят пляж, и во-вторых, курорт не работает на все включено. Но с этим тоже вопросом мы решили. Я вам сейчас расскажу, как. Итак, курорт Touch Exotica Resort & Spa. Это курорт пятерка, более высокого класса такая пятерка. Конечно, мы сравниваем сейчас с разными отелями по-разному. Сейчас есть уже такие супер-лакшери отели. Этот отель такая, ну, хорошая, добротная, пять, с батлера, с сервисом, с шикарными ресторанами. Но это прям не тяжелый люкс, конечно, и по цене вы тоже посмотрите, когда мы вышли на предложение. В чем главное преимущество этого курорта? Это, конечно же, наша лагуна. Это, наверное, самая красивая лагуна на Мальдивах. Мы находимся в самой большой, естественно, на лагуне. И со всех сторон нашего отеля у нас шикарный вход. То есть нет никаких вопросов. Это безупречная, белоснежная, бархатная, буквально, лагуна. Что касается размещения. Здесь у нас также немного вилл. Всего 64 виллы. И 54 виллы из них – это водные виллы. Поэтому те гости, которые хотят попробовать Мальдивы, настоящие Мальдивы, и пожить на воде – это прямо идеальная опция, потому что наша базовая категория стартует с водных вилл. Смотрите, водные виллы – базовая категория находится у нас вот здесь вот на сваях. Вторая категория, самая популярная среди наших гостей – это вот это виллы, которые находятся на воде, но отдельно стоящие уже с бассейнами. То есть это тоже водная вилла, но мы уже предлагаем ее с бассейном. Таких вилл у нас получается половина практически, поэтому их всегда в наличии у нас есть. Здесь мы… Ну, сейчас я покажу одну категорию, отдельно расскажу. Еще фотография лагуны, чтобы вас еще раз убедить. Посмотрите, просто великолепный цвет. Нет, это вода, та, которую прямо гости, ради которой мечтают попасть на Мальдивы. Это эти пляжи. Мы находимся всего в 20 минутах езды на катере, то есть достаточно далеко, чтобы Мали не был перед глазами, и достаточно близко, чтобы гости вообще без проблем добирались до Мали. Я тут недавно, пару недель назад на Мальдиву были штормы, много рейсов отменялись, кто-то там не долетел, а всегда это проблема и с международным перелетом, и, собственно, надо будет оплачивать еще проживание в том отеле, где они живут. У нас такой проблемы, к счастью, не было. У нас всегда мы добираемся, катеры подгадывают время, даже если там совсем штормит, они находят глазеечку и добираются до аэропорта. Я даже не помню, чтобы были какие-то случаи, когда мы не доплыли. Соответственно, на 20 минут мы никого не ждем, сразу встречают гостей и сразу отводят на катер, на такой небольшой катер. У нас есть приватный, есть общий катер, кому что, у нас трансфер бесплатно. Соответственно, 64 виллы, очень много категорий, просто быстренько пробегусь для ознакомления. Кстати, встречают всегда с такими бусами, барабанами, осыпают лепестками роз. А вот, собственно, спрашивают, далеко ли малия. Ну вот малия достаточно и близко, и далеко. Видите, на заднем фоне вот такая в дымке у нас вот есть окантовочка. Это вот там как раз-таки малия. Мы видим их со стороны одной ветки водных вилл. Соответственно, гостей здесь, я уже говорю, повторюсь еще раз, у каждой категории, даже у самой базовой, свой батлер. И, соответственно, у нас виллы, начиная даже с базовой, предлагают предназначение такой прекрасный комплимент. Это там кокос, орешки, шоколад ручной работы, фрукты, бутылочка игристого. Поэтому гости всегда, конечно, очень ценят. Что касается базовой категории, это лагун виллы. Здесь мы ставим, у нас здесь один ребенок мы размещаем. Раньше мы не ставили доп кровать, сейчас мы его даже подтверждали пару раз. Поэтому надеюсь, что это и будет дальше. Это виллы, которые располагаются на сваях, такие прибрежные, да, они около берега. Соответственно, что прелесть этих вилл в том, что мы, например, можем взять для большой семьи две виллы и убрать межверантную перегородку, и получится такой домик по сравнительно небольшой цене. И если мы сделаем, ну, по сравнительно небольшой, не которая сейчас, а которая вот выйдет через два дня. Мы вот как раз-таки дождались этого подтверждения, и мы загрузим новые цены. Но если вдруг у вас уже будут запросы, например, вы можете написать вашему курортеру в компании Annex Tour, и мы ускорим процесс для данного бронирования с точки зрения предложения. Соответственно, сейчас, видите, немножко внутри, это была фотография из фотосессии старой, а я вот фотографировала сама. Видите, потолочки у нас уже беленькие. Все-таки очень комфортные виллы, очень дорогие материалы, и гости, когда попадают, они понимают, что это вот прямо такой лакшери. Вторая категория – это водные виллы с бассейном, опять же, панорамные ванны с панорамным окном, вернее. Здесь мы можем поставить две дуб-кровати, и, соответственно, 2 плюс 2 комфортно размещаются в этой вилле. Бассейны просторные, но я считаю, что на Мальдивах, конечно, надо ловить каждый момент и купаться в настоящей лагуне. Такой естественный бассейн, как у нас в отеле, мало где встречается. Премиум видно вилла с бассейном. Такие виллы на пляже, но, видите, у них нет прямого спуска в воду, он такой по ступенечкам, поэтому я бы его рекомендовала все-таки для взрослых бассей без деток, чтобы туда детки не упали. Но это виллы одни из последних были построены, соответственно, дизайн уже такой современный. Наши бич-виллы, это считается такие самые востребованные среди нашего рынка, но у нас это высокие категории, они не самые бюджетные, но они одни из самых комфортных на Мальдивах, потому что, когда мы строили курорт, еще не было принято, виллы строить стоит прямо супер близко. У нас, посмотрите, насколько виллы рассредоточены, какие большие территории между виллами, то есть такая супер приватность, очень зеленый остров, опять же натуральный, поэтому гости чувствуют себя прямо уединенным. Для кого же этот курорт? Скорее тоже для пар, скорее для молодожен, и в том числе и для гостей с детьми, потому что здесь для деток шикарный пляж. Так, наши Ocean Sweety, это повыше категория, соответственно, побольше. Наша One Bedroom, у нас их вообще мало, она одна, и у нас две Two Bedroom, но это уже такие для больших семей, для таких видов клиентов, мы это с радостью предлагаем. Соответственно, этот Two Bedroom, например, у нас две спальни, две ванны, большая зона гостиной, просторная, даже у нас есть свой процедурный кабинет и ванна, может прийти терапевт. И наша Перестемская вилла, это одна из самых красивых вилл, я считаю, не только у нас, но и на Мальдивах. Такая над водой, тоже Two Bedroom, с наступным пляжем, с изысканным таким дизайном. Самая базовая категория – это лагун вилла, все верно. Вторая категория – Делакс лагун вилла с бассейном. У нас были случаи, когда гости приезжают, а им агент показывал фотографии виллы с бассейна, когда продавал. Но в таких случаях у нас даже было пару раз, мы делали апгрейд, чтобы не грустили гости. Но очень стараемся быть, просим быть агентов аккуратнее. Фотографии показывают в правильных категориях, чтобы не было таких конфузов при приезде в отель. Так, это закатики. Что касается питания. Сейчас у нас выходит как раз предложение, про которое я говорила, будет апгрейд по питанию. Соответственно, питание у нас будет сразу идти с HB, завтрак, ужин. Доплата за обед сейчас у нас идет, сейчас я вам скажу, 60 долларов на человека. Это будет, чтобы фуллборд сделать. Но, в принципе, если гости, например, не планируют наедаться полноценно, если есть девушка, мы там вообще не обедаем, или нам достаточно салатика, то можно, в принципе, остановиться на HB, а на обед взять какую-то там пиццу, салат, и, в общем-то, я думаю, всем все хватит. Смотрите, у нас на FB напитки не включены, никакие. Но что мы сделали? Мы сделали сейчас пакет без алкогольных напитков. Смотрите, 60 долларов в сутки – это доплата на одного человека на обед. Если у нас HB, это завтрак, ужин включен. То есть это будет еще 60 долларов сверху. То есть на двоих 120 долларов будет доплата за обед. Но я говорю, что если вдруг гости такие не прямо любят, любители прям поесть, то можно остановиться на халпорт, на завтрак, ужин. Что касается питания, ой, напитков, у нас раньше мы сделали такой пакет алкогольных напитков и безалкогольных, он достаточно дорогой. И он как-то у нас вообще не зашел на рынок, если честно, ни разу у меня его не бронировали. Но у нас сейчас сделали классный пакет, который стоит 35 долларов в сутки с человека и 17,5 долларов с ребенка, ну, в смысле, взрослого 35 ребенка, 17,5. Это пакет напитков, который включает, ну, соответственно, там водичка, всякие соки, спрайт, кола, все вот эти вот пакетированные напитки. Это включает, ну, не включает, свежевыжатые не включают, не включает чай, кофе, включает мороженое. Кстати, у нас стоит такая мороженица, можно будет без ограничения это мороженое, без ограничения все вот эти вот напитки, водичка, газировки и так далее. Можно забронировать в отеле, можно забронировать заранее через вашего партнера, через туроператора, да, через вашего партнера Annex Tour вы можете забронировать и заранее оплатить гостям. Да, можно, ну, вообще мы все это высылали, я так пытаюсь периодически просматривать, чтобы некоторые операторы, да, вот, ну, я проверю, если прям посчитано бывает, что там HB плюс напитки безалкогольные, это уже можно отдельно посчитать, а можно и запросить, и вам тогда прибавят сразу к броне. Это очень удобно, потому что, во-первых, напитки, конечно, дороговато выходят, ну, если там гости только воду, например, пьют, то нет, а если они хотят там и какие-то и пепси, и там, не знаю, и козировочку, и сок, то это выйдет больше, чем 35 долларов, 100 процентов. На завтраке напитки всегда входят, а вот обед и ужин напитки не входят. Но все-таки удобно, что даже если у них HB, пойти в течение дня в баре, там, выпить, не знаю, какой-нибудь, а, это, кстати, очень важно, что-то еще входит, у меня перед глазами его нет, входят безалкогольные коктейльчики, всякие фруктовые, очень классные, всякие на основе соков, свежевыжатых соков, поэтому, там, прийти в обед, освежиться, выпить какой-то вкусный, безалкогольный коктейль, очень приятно, и это будет достаточно выгодно, чем просто доплачивать за эти напитки уже непосредственно в баре. Поэтому, если не посчитано, мы обязательно свяжемся и посчитаем, но это ума, ума у кого на самом деле посчитано, но это моя, наверное, больше не доработка, чем для оператора, я все никак не хватает, у меня рук всем написать, посчитайте, вот, наверное, займусь, как раз таки, есть пока время, вот, но это очень реально удобная опция, я прям призываю ей пользоваться. Это несколько фотографий, я вот делала, опять же, последний свой визит, здесь у нас получается, ну, поскольку курорт индийский, есть индийская кухня, я ее очень люблю, это моя любимая кухня, наверное, и в Тадже, я всегда, ну, не все ее любят, конечно, как я, и вот это у нас чечевица, лепешечки, это прямо мое все. Смотрите, что касается, вернусь, дальше к вопросу по воду, вода тоже, если она нет этого пакета, вода будет с дополнительной платы, даже во время трапез, и получается там одна бутылка, ну, вот она типа 5 долларов стоит, эта бутылка воды, но даже если они возьмут 2-3 бутылки, они уже, ну, проще взять сразу этот пакет. Вот, соответственно, по кухне, вот я помню, мы заказали, я заказала гаспачо и вот чечевица, и вот, соответственно, с левой стороны фотографии, и они мне говорят, вот извините, у нас вот не было, поэтому вам пришлось подождать, хотя я, честно говоря, даже не ждала, очень быстро все принесли, они сделали, не было в меню этого супа, они мне его сделали сами. Это была очень красивая подача, они при мне его так вот разлили в тарелочку, у меня есть графинчик, красиво, там такое лежало пюре из авокадо, кусочек пармезана, все прямо очень красиво и вкусно, то есть, в принципе, они готовы, если что, могут приготовить даже то, что гости любят, ничего нет в меню. У нас всего тоже здесь три ресторана, один ресторан совсем недавно у нас обновился, реновировался и обновил кухню, он называется, это я, если что, с плавающим завтраком, ресторан называется Медитеранео by Jeffrey Vella, это итальянская кухня, не средиземноморская, высокая кухня, соответственно, этот ресторан работает на ужины, и он не входит у нас ни в HB, ни в LB, но здесь есть кредит, поэтому гости могут сюда прийти, чуть-чуть доплатить и насладиться этим ужином, здесь всегда красивая посадка, подача, здесь всегда фиксировано это меню, либо вегетарианское, либо невегетарианское, живая музыка, такая просто суперромантическая атмосфера, очень красивая, хотя бы разочек за время приживания, я очень рекомендую, если есть такая возможность, но у гостей, которые приезжают в Татш-Экзотика, все-таки нет проблем там с бюджетом, чаще всего, но в плане, то есть они могут себе позволить такой ужин хотя бы разочек, закаты, это ресторан, который работает на обеды, здесь всякие сэндвичи, пиццы, здесь в основном европейская кухня, очень нам понятная, опять же нет того, чтобы там вы приехали Татш, вот прям вам то ли дворец Махараджи, там индийские танцы, нет, у нас все как бы, все по международным стандартам, и в общем-то курорт мальдивский, и они стараются, вот в каждом городе, когда Татш приходит, они как-то интегрируют в регион, если это Мальдивы, то это такой традиционный мальдивский курорт, если это Лондон, то это Лондон, такой резиденция в центре, классическая такая британская, в Нью-Йорке это знаковый Пьер, где вот как раз-таки, вот недавно я его опять смотрела, вот это Мэтт Галлах было, они все собираются в Пьере, то есть такой дух Нью-Йорка, то есть здесь прямо Мальдивы, в Лондоне Лондон, в Индии Индия, поэтому я считаю, что это очень здорово. Бассейн, соответственно, здесь гости, которые живут на виллах, на базовых, например, хотят в бассейн, можно сюда прийти поплавать, лежаки вообще очень красивые, это такая, знаете, прям роскошная, природная красота. Все просто и непросто в то же время, такая, вы знаете, душевность, как, знаете, как сейчас говорят, это quite luxury, это модное понятие, тихая роскошь, здесь не будет кичащих брендов, никто не будет ходить вам на завтраке в парад мод, в макияже, здесь все достаточно просто, то есть здесь тоже, если кому-то нужно выгулить свои там бренды, то, наверное, все-таки это не совсем к нам, кому нужно насладиться природой, друг другом, вкусно покушать, шикарно поплавать, это к нам. Бар, который работает вечером, здесь обычно живая музыка, диджей, в принципе, если, опять же говорю, включены у нас в безалкогольные напитки пакеты и коктейли, здесь можно взять себе коктейльчик, или там взять алкогольные уже вечером можно, здесь очень прекрасно сидеть, файкелы, живая музыка, прям такая, вот, кстати, как раз-таки наши фруктовые всякие вкусные коктейли, вообще куча разнообразных, интересных меню, сетапы красивые для ужина, для завтраков, обеды, это наш лобстер-бургер знаменитый, его вообще невозможно осилить даже вместе всем, вот, если вы сейчас посмотрите, к сожалению, на цены в системе, вы прямо испугаетесь, дорого, я согласна, я не буду вообще спорить, но для вас мы вот находим способы пробить, точить этот камешек, вот я надеюсь, что сегодня, завтра мы разошлем новые цены, так, ну, вернемся, да, вот это наш павильон для молодых, молодожен, или парочек, очень здорово, их так привозят на лодочке, там оставляют, какой-то романтический ужин или обед, экскурсии, у нас есть групповые экскурсии, есть экскурсии индивидуальные, групповые, в целом, вообще доступные, там порядка 50 долларов, и вы пойдете плавать с акулами и няньками, или пойдете поплавать там на лодке с прозрачным дном, в общем, опции есть, мне вообще акулы и няньки очень зашли тоже, это и страшно, и экзотично, и безопасно, все, что я, как мы любим все, спа у нас здесь над водой, 8 процедурных кабинетов, для гостей мы предлагаем бесплатно йогу 4 раза в неделю по утрам, если гости хотят заниматься йогой, можно с нашим йога-мастером заниматься, я всегда говорю, кто-то мне даже занятый, сказал, не надо это рассказывать, но у нас на йогу никто не ходит, с утра все спят, а я вот просто рекомендую ходить, это такого профессионала вы не найдете у себя, а вот попробовать йогу с классным мастером, да еще и на рассвете, да еще и над водой, это просто, мне кажется, дорогого стоит, аюрведический кабинет, но пока у нас аюрведы-доктора нет, не пользуются популярностью пока, свадебные церемонии, это живая фотография, всегда очень радостно, когда смотрю на нее, улыбаюсь, потому что это моя подруга, вот она решила поделиться, выходила замуж в нашем, так символически, да, в нашем курорте, очень душевно было, у нас как раз-таки вот на заднем фоне девушка, это из Казахстана, наша русскоговорящая коллега, она вот проводила перевод при церемонии, очень было душевно, ну, безупречная лагуна, пляж просто, ну, если вы хотите прям картинка баунти, это тач экзотика, почему-то, наверное, это наше поколение, мое, да, когда вот эта реклама баунти почему-то ассоциируется с каким-то белоснежным невероятным пляжем, вот у меня как раз такая ассоциация с нашим курортом. Мы предлагаем несколько вариантов, например, каноэ, 30 минут бесплатно, но все моторизированные виды спорта у нас платно, в общем, вообще хочу сказать, что мы сотрудничаем с очень хорошим водным видом, водным центром, называется Ocean, и у нас самые продвинутые ребята, самые продвинутые у них лодки. Для деток что мы делаем, это всякие мастер-классы кулинарные, там ежедневно какая-то программа есть для детей, либо это поиск сокровищ, либо мастер-класс кулинарный, либо кино на пляже. Для детей мы развлекаем, пусть даже у нас нет клуба, но зато у нас есть какие-то активности. Что касается вообще в целом про курорта, его еще раз основные отличия, ну, во-первых, то, что мы находимся недалеко от аэропорта, это дает нам возможность не зависеть от погоды, не зависеть, и в то же время быть в такой вот самой красивой лагуне на Мальдивах, там, самый большой, самый красивый. Косметика у нас это Molten Brown, это британский бренд, либо Forest Essential на выбор гостей, кто что любит. Мы сейчас в последнее время Forest Essential, я предпочитаю, даже лучше, чем Molten Brown. Kids & Touch подразумевает всякие столики, халатики, тапочки, детские стульчики, вот все это есть. Батлеры у нас, я уже сказала, в каждой вилле есть, наш спа, в общем, потрясающий курорт для такого романтического отдыха, релакс. Сейчас Мальдивы абсолютно есть разные, есть там тусовочные Мальдивы, есть Мальдивы, там, Drive, или там, а есть Мальдивы такие, релакс, перезагрузка. Вот я бы еще сказала, что тем, кому нужно, например, отдохнуть, ну, и дополнив его какие-то такими небольшими экстремальными поездками, там, как с акулами поплавать, или там, какие-то видные водные виды спорта, но в целом, вот перезагрузиться, вкусно поесть, красиво поплавать, красивые фотографии сделать, это прямо отличная, отличная возможность сделать в нашем отеле. Так вот они провожают, будем скучать, говорят. У нас хорошие оценки на всех ресурсах. Я сейчас включу видео еще одно, и если будет вопрос, я с удовольствием отвечу, если нет, то я буду, сейчас я вам еще поделюсь своим телеграм-каналом, дайте пока не уходите, сейчас я поделюсь, подождите, до видео поделюсь, потому что, вот, можете по QR-коду перейти, там в основном наши, я публикую стоп-сейл, описание всех программ, там описание «все включено», описание напитков, периодически я повторяю информацию для новеньких, но в целом все можно найти вот по поиску там в канале, на канале, веду его я сама, иногда, простите, что долго не выкладываю что-то, что не успеваю, но в целом стараюсь его регулярно обновлять, какие все главные новости я там публикую, все фотографии красивые, можно оттуда все брать. Всем хорошего дня, прекрасное настроение, шикарных продаж, не только Турции единой, как говорится, давайте стараться Мальдивы продавать, всего всем доброго и на связи. Спасибо, мне тоже было очень приятно сегодня здесь быть. Субтитры сделал DimaTorzok